Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, сети зрителей и сети слушателей. Вот после двухнедельного перерыва передачи «Экономика на пальцах» снова в строю. Да, вернулся в этот же самый строй экономический журналист Павел Сыдлов. Да, здравствуйте. Какая у нас там по порядку? 153. 153 программа. И, естественно, в студии независимый аналитик Сергей Чарлов. Да, ну, именно в силу того, что две недели прошло, много очень тем накопилось. Как обычно, много интересного по Беларуси. Вот, заявлено, конечно же, всех интересует тема того, что происходит с Россией и в России, и у нас благодаря России или из-за, да, с этим самым безумием творящимся, с наложенными на себя с санкциями, значит, как это теперь вы будете меньше есть, да. Вот, к чему это приводит, что, значит, уже вовсю идут разговоры о том, что, так сказать, шутки насчет, там, белорусских мидий и прочее. Ну, это уже не шутки, а конкретные ценники в магазинах, да. Нет, ну, это были креветки очищенные, на самом деле, то, что ты фото имеешь в виду. Ну, да. Вот, а мидии, да, действительно, кстати говоря, поставлялись и раньше, ну, просто, как бы, сразу понятно, о чем все подумали. Вот, ну, и интересно, как раз в этой ситуации и реакция российских производителей, торговцев, сетей торговых поставщиков продукции, переработчиков и так далее, ну, и наших. То есть, просто, чтобы понять, какова же будет динамика в течение, вот, срока действия этого запрета на импорт продуктов питания из стран, которые поддержали санкции против России, вот, насколько все это, значит, то, как это обставляется в России, поспособствует, действительно, какому-то импортозамещению и развитию отечественного сельского хозяйства и переработки или нет. Вот, ну, и плюс тут, помимо всего прочего, довольно интересные идут уже тенденции внутри самой России в связи с, как сказать, общей макроэкономической ситуацией, вот, и главное, конечно, это то, на что сейчас обращают все внимание, это попадающие цены на нефть. Ну, пока что. Бренд был 115, да, 98 примерно, вот, около того. Вот, но тут вопрос-то ведь в чем, что если смотреть на, скажем, этот вот диапазон-то ведь 100-120, он, в общем, держится достаточно давно, казалось бы, не о чем говорить. Вот, но что здесь принципиально интересно, не то, что, значит, это падение такое небольшое, значит, а то, что оно вообще происходит. Потому что, ну, смотри, во-первых, явное ухудшение обстановки, значит, Луганский и Донецкий, да, то есть сообщение о том, что там и колонна уже была расстреляна, заехавшая за это время и так далее. То есть явное, ну, я имею в виду, как минимум геополитическое обострение. Кстати, рынок акций на это реагировал во всем мире достаточно, ну, однозначно. То есть в этот день как раз было довольно серьезное падение, это 15 число, если мне не изменяет память. Я, честно говоря, с журналистской точки зрения, сидя в Беларуси, не знаю, насколько можно точно утверждать о том, была ли колонна, была ли она расстреляна. Нет, так ведь вопрос не в том, была ли она, а в вопрос в том, что была новость, на которую реагировали рынки. А вот как реагируют на нее, это уже факт. Раз, второе. А то, что там, как сказал украинский доктор Григорий Хата, да, все брешут. Нет, я сейчас не сколько об этом, а сколько о том, что во всем мире и среди инвесторов им же нет необходимости вдаваться в подробности, кто там, кого на самом деле стреляет, а в том, что стрелять стали больше. И жертв, очевидно, может стать больше, и, судя по всему, там уже полноценные с тяжелым вооружением идут столкновения, да, то бишь просто речь идет о том, что геополитическая нестабильность, она увеличивается, как минимум в этом регионе. И на это реагируют рынки, так? Ну, конечно, должны были бы, по крайней мере, так как, ну, скажем, как я уже сказал, фондовые так и делают. То есть, если взять, например, ситуацию там в Ираке, где, значит, исламисты там практически одну за одной там победу одерживают, правительство какого-то дееспособного нет, да, значит, лихорадка Эбола в Африке, вот, сектор газа, правда, не там нефти нет, но тем не менее, значит, и газа там, собственно, нет. Скорее, сектор газа было бы, правильно говорить, да. Больной. То есть, я к чему, что в предыдущие времена достаточно было бы одной из этих новостей, чтобы уже цены на нефть взлетали в стратосферу, да. Вот, а здесь удивительно не то, что они не растут, а игнорируя все это вместе, то есть важно же еще раз сказать, что вот сочетание фона новостного и той реакции. То есть получается, что, как сказать, геополитическая премия, как раньше говорили, да, то есть почему такие высокие цены на нефть, да, объясняли это. Ну, тем, что вот чем выше геополитическая нестабильность, тем они лучше держатся наверху. Вот, то есть даже ее в том масштабе, в котором она есть, а за долгие годы мы такого уровня этой геополитической нестабильности не видели во многих уголках мира. Может быть, даже ее недостаточно. Второй мировой войны. Может быть, и так, да. Даже ее недостаточно для того, чтобы эти цены поддерживать. Вот. И в качестве, ну, раз не работают объяснения новостные, то традиционно аналитики, значит, начинают обращать внимание на фундаментали, а там действительно ситуация такая, что, в общем, вопреки еще буквально несколько лет назад, ну, может быть, ты помнишь, была такая теория, даже называлась, пик-ойл, о том, что все, мол, нефть заканчивается в мире, да, добывать ее дальше все сложнее и сложнее, спрос уменьшаться не будет. Но все с этим цены должны все время расти. И, ну, как бы, как, естественно. Половики еще, да. Ну, это традиционная такая, значит, как сказать, такого рода цены, они всегда появляются в качестве обоснований, почему же цены растут так долго, вот. Вот. Но выяснилось, что, как говорил, значит, один из, ну, в прошлом, глава опека, что каменный век заканчивается не потому, что заканчиваются камни, а нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть. И вот внезапно выяснилось, что спрос-то на нефть, в общем, серьезнее растет, а предложением там все достаточно неплохо, в том смысле, что развитие новых технологий, которые вот так подспудно шло, вот, в частности, тот же самый технологий гидроразрыва пласта, который совершенствуется там регулярно, это уже не та технология, которая употреблялась там в конце 90-х, начале 2000-х, и которая сейчас, собственно, является источником сланцевого газа, то же самое происходит и фактически, и с нефтью. Вот. Так вот, сейчас добыча нефти в США, к которому, ну, буквально еще несколько там лет назад все считали, что это страна, которая будет вечным импортером, да, зависящим от нефти Персидского залива, она теперь, значит, нефти достаточно, и фактически у нее там, дай бог памяти, по-моему, четвертьвековой рекорд собственной добычи, может быть, даже уже и больше, 8,5 миллионов баррелей нефти в сутки она добывает, при том, что еще буквально в 2008 году, то есть на вот пике этих самых цен, когда, значит, они достигали 145 долларов, это было на 3 миллиона меньше, то бишь, ну, можно себе представить, насколько... То есть наращивается объем практически в два раза, там, за короткий промежуток времени. Это 8,5 сейчас, а при этом на следующий год даются, значит, энергетическое ведомство Соединенных Штатов оценивает уже 9,3, прости, миллиона долларов баррель, то есть это как раз вот за счет этих самых технологий фрекинга, которые там реально сейчас в Америке бум. Та же самая ситуация начинает происходить в Канаде, где, в принципе, залежи-то, в общем, запасы были большие, но они были трудноизвлекаемы, вот, а теперь при этом уровне развития технологий вполне оказывается возможным до них и дотягиваться. Но объясняет ли все это падение цены? Сейчас в настоящий момент не объясняет, но это говорит о том, что, скорее всего, понимаешь, ведь... Это объясняет то, что вот этот вот двигатель роста, который предсказывался, да, в теории, какой-то общий... Во-первых, его нет раз, да, фундаментально не работает, а во-вторых, как я уже говорил, речь идет о чем? Что даже в краткосрочной перспективе реакция ценна нефть странная. Вместо того, чтобы расти на страшных новостях, ну, мы же всегда знаем, что как только угроза, значит, происходит какого-то военного конфликта, то, как правило, значит, идет паническая покупка того, что, ну, по понятным причинам, почему начинает дорожать сырье, потому что инвесторы боятся, что некие какие-то, значит, каналы поставок, может быть, тем или иным образом могут пострадать, да, от этого. Вот, очевидно, что, значит, этого не происходит. Вот, можно было бы, конечно, просто сказать, что мало кто оценивает слишком серьезно все те вот угрозы, которые есть, но как-то вот мало верится, на самом деле, почему вдруг буквально это все стало. Вот, а просто если вспоминать одну из передач, посвященной как раз-таки нефтяному рынку мировому, нашей, буквально, передачи, которая была, ну, более года назад, как раз, я говорил о том, что ситуация такова, что Саудовская Аравия, которая, в общем, как мы знаем, один из ближайших союзников США, вот, у нее есть возможности и желание, а желание, я сейчас объясню, с чем связанное, видеть цены на нефть несколько ниже того коридора, который вот эти долгие годы складывался. Почему? Потому что, ну, сам понимаешь, что от цены зависит ведь еще и, то есть, объем предложения нефти зависит и от цены, сложившейся на рынке. То есть, при ценах, там, 80 долларов, масса запаса, вот те же самые, там, значит, битумные пески Канады, они становятся неизвлекаемыми, соответственно, нефти на рынке становится меньше. И, напротив, при этой технологии, этой нефти на рынке оказывается больше. То есть, из-за того, что Саудовская Аравия имеет самую легкодобываемую нефть? Больше того, у нее есть возможность ее достаточно... И месторождения разработаны, и каналы... Достаточно легко и нарастить ее, потому что, ну, во-первых, это ведь что такое, надо понимать, Саудовская Аравия? Это, по сути дела, ну, вот, одна страна ОПЕК, да, потому что, ну, ведь ОПЕК, который создавался как некий картель, который должен был заниматься тем, что он ограничивает поставки нефти с тем, чтобы поддерживать цены высокие. Вот, в итоге, когда выяснялось, что, значит, все на самом деле жульничают, а единственным, кто, значит, балансировал вот это жульничество остальных, это, как правило, была Саудовская Аравия. Ну, ты сейчас скажешь, что такое Саудовская Аравия? Саудовская Аравия – это лужа нефти, присыпанная сверху песком. Можно и так сказать. В данном случае я имел в виду их политику по отношению к цене. Больше того, ведь это мы говорили сейчас только о стороне предложения. Со стороны спроса, ведь чем выше цены на традиционные, значит, ископаемые источники, тем более рентабельным становится вложение в альтернативную энергетику. Вот, там уже, насколько я помню, едва ли не четверти вновь получаемых электроэнергии, да, установленных мощностей в Германии, это все линдер-бунс, да, это все, как правило, ветряки, да, и солнечные батареи. Солнечные батареи сейчас вообще переживают сумасшедший бум, там, в Штатах особенно. Вот, и даже, казалось бы, даже казалось бы, так, ну, то есть Германия не настолько уж там прям и солнечная страна, да, да, но тем не менее, вот. Не, ну, в Германии, правда, на каждом доме практически, вот, частном, идешь по улице, там, в том же Бонне. Ну, в большинстве случаев это, конечно, связано еще и с определенными финансовыми стимулами со стороны правительства, но тем не менее. Так вот, представь себя на месте Саудовской Аравии, у которой, собственно, кроме вот нефти больше ничего нет. Да, она, конечно, очень здорово, что цены на нефть высоки, но в то же самое время, как мы видим, есть, понимаешь, вот... Ясно, есть выбор между тем, чтобы заработать много сейчас... Да, и потерять будущее. Да, и потерять будущее в принципе, да, либо между тем, чтобы... То есть вложение в прибыль, управление прибылью и управление убытками, как бы, да, и вот они вот так вот балансируют. Это интересно. Так вот, и так вот они откровенно заявляли, что в их интересах было бы снижение цен на нефть. Ну, это они не говорили так, что они прямо так вот все сделают для того, чтобы это случилось. Они просто мягко намекали, что нам хотелось бы видеть рынок вблизи где-то в уровне около 80 долларов за баррель. В этом случае инвестиционная программа многих нефтяных компаний бы останавливалась. То же самое происходило бы с и нетрадиционной энергетикой. Ну, то есть вот, и не просто видеть их там, а с тем, чтобы, ну, они там побыли достаточно длительное время, потому что как бы... Чтобы вычистить рынок, да. Да, речь идет о том, что, ну, вот на время цикла вот этих самых капиталовложений, да, чтобы достаточно было отказаться... Все, кто вложился в альтернативную энергетику, прогорели и, значит... Ну, например, или отказались от своих планов. То есть, если бы это было краткосрочное падение, как мы помним, когда было и ниже 40 долларов буквально, вот в том самом заполучном 2008 году, когда со 145 до, там, почти 35 было падение. Но это было очень краткосрочное, там, в общем, особо никто испугаться не успел. Цены достаточно быстро, там, в течение, там, полутора лет вернулись на старый уровень. Вот. Так что, и плюс, значит, ну, понимаешь, вот, как бы, я не люблю теории конспирологические, да, но уж больно много разговоров идет о том, что в качестве, значит, таких окончательных, что ли, санкций давления на Россию, вот, со стороны, там, американцев и их союзников в Саудовской Аравии, может быть, как раз вот такого рода действия. Вот. Аналогичное тому, которое в свое время, в общем, поставили на колени Советский Союз. Когда это ровно так же, значит, цены, взлетевшие в результате сначала, вот, ну, кризиса, там, шестидневной войны и так далее. В 70-е цены были высокие, условно говоря, в 80-е... Собственно говоря, тогда Советскому Союзу повезло, тогда были открыты вот эти самые месторождения Восточной Сибири, вот. И буквально в течение 10 лет уровень добычи, значит, и цены увеличились в 10 раз. Там и газ был, и, то есть, если брать всю энергетику, то там примерно за 10 лет 10-кратный рост и цены, и, значит, объемов добычи. Ну, и потом в течение буквально там 80-х годов произошло резкое падение. Вот. А с Россией здесь же ведь ситуация какая, что, понимаешь, вот у такого рода страны-экономик, теперь уже не нужно достаточно длительного периода и достаточно низких цен на нефть. То есть, по мере того, как уже сейчас у них проблемы с бюджетом, и, ну, я об этом позже скажу, когда дойдет дело о том, какими креативными способами они там пытаются выполнять в свое время, вот, когда Путин пришел к власти в последний срок, там же была масса популистских указов, направленных на увеличение социальных расходов. Финансировать их сейчас особо нечем. Вот. Выясняется, что бюджет нормально балансируется, ну, в лучшем случае где-то 100-105 долларов. Вот. Это кто? В России. Это на самом деле сам Минфин лучше всего в России это знает, потому что у них есть бюджетное правило, цена отсечения, выше которого, значит, доходы по нефти считаются сверхдоходами и так далее. А смысл заключается в том, что, то есть, просто чтобы понятно было, в момент появления Путина во власти в 99-м году, когда дедушка Ельцин, значит, передавал власть. Совсем усох. Да. Значит, цены на нефть были вблизи 10 долларов. И при этом, в общем, да, кризис, конечно, 98-го года был, но при этом в тот же момент там уже начинался и промышленный бум, да и, в общем, и с бюджетом уже к тому времени было относительно неплохо. То есть, было время, когда российская экономика выдерживала 10 долларов. Сейчас ей нужно 100, более 100 долларов. Ну, и, собственно, у многих сейчас нефтяных стран такая ситуация. В Миссоло находится совершенно на логичной позиции. Ну, то есть, понятно, что рано или поздно же начинаешь привыкать к хорошему, да, и, как бы, желающих делить вот эти нефтяные доходы становится все больше. Вот. И это, конечно, очень такая большая проблема. Я просто к тому, что... То есть, если цена... Нахождение цены вблизи 80-ти, там не нужно будет... В 80-ти это практически пятая часть российского бюджета. Ну, нет, вряд ли пятая часть, потому что, на самом деле, бюджет же не целиком состоит из нефтяных поступлений. То есть, это в меньшей степени. Но речь идет о том, что это будет достаточно болезненно, и там, в общем, не нужно будет годами этой цене находиться для того, чтобы серьезные экономические и социальные проблемы у России начались. Вот. Поэтому вполне возможно, что такого рода действия, значит, ну, или, по крайней мере, как сказать, информационное обеспечение, значит, вот, пропагандистское такого рода действие могло начаться. Вот. Вот. И вообще говоря, ведь ситуация-то, значит, с российской нефтянкой такова, что, по всей видимости, и доля-то ее в мировой добыче, доля России будет сокращаться. По той простой причине, что, ну, месторождение-то в большинстве случаев старое, да, капиталовложений каких-то серьезных в разработку новых особенно не было. И вот, опять же, в силу устройства системы налогового обложения в России такой, где, в общем, все вот эти цены сейчас, они, в общем, нефтяным компаниями дают почти ничего самим. Но они меняют? Об этом, да, про налоговый маневр. Да, об этом еще поговорим. Это как раз вещь, которая нас непосредственно в Беларуси касается. Ну, вот, потому что там, судя по всему, уже вопрос окончательно решенный по этому самому налоговому маневру. Буквально вот в ближайшее, по-моему, даже сегодня должно состояться в России совещание, где окончательно этот вопрос должен быть утвержден, параметры этого самого налогового маневра, растянутого по годам. Вот, ну, то бишь, изменение условий налогового обложения нефтянки и изменение экспортных пошлин и изменение акцизов. Там все сильно увязано. Вот. Я просто к тому, что плюс еще те санкции, про которые говорят, что они не так, в общем, серьезны, да, но речь идет о технологическом оборудовании, как раз-таки о добыче трудноизвлекаемой нефти. Развивать месторождение. Во-первых, ведь ситуация какая, что в большинстве случаев технологий, которых у России нет, и которые есть только у западных компаний, да, это, во-первых, добыча шельфа, где, в общем, как раз у крупнейшей нефтяной компании России, Роснефть, значит, большие залежи, на которые она подобраться не может без западных инвесторов, а и там уже, судя по всему, они в возримом будущем не придут напротив, они покидают эти проекты. Плюс совместные санкции ЕС и США на поставки такой рода технологий и оборудования, даже не шельфовой добычи, а вот той самой технологии для трудноизвлекаемых запасов, потому что на самом деле технологии очень близки по смыслу. Вот на так называемых этих Браунфилдс, на уже достаточно выработанных месторождениях, они примерно вот аналогичны тому, как извлекаются новые вот сложные нефти. Вот. Причем уже оценки идут вот как раз-таки вот этих вот санкций новых по нефтянке таковы, что вот Фич, например, была его оценка о том, что, значит, это явно ускорит снижение добычи месторождениях Сибири, поскольку, ну, в общем, практически нет у российских компаний опыта работы с нетрадиционными месторождениями. Если говорить, скажем, не про шельф, а про «Газпромнефть», дочка «Газпрома», то у него такая статистика методом гидроразрыва пласта 57% скважин в 2013 году пробуренных. То есть это вот вся та технология, которая фактически целиком западная. Ну, так они же уже пробурили эти 57% скважин. Совершенно верно. Нет, они-то как раз новые и открывали. Здесь же вопрос именно в том, чтобы, как я уже сказал, вопрос экономики еще и по цене. То есть тут об этом речь идет. Вот. Плюс оценка. Ты имеешь в виду, что если цена на нефть упадет и правда до 80 долларов за баррель, то Россия могла бы попытаться нарастить объем... Для этого деньги надо где-то взять, понимаешь? Ну, вот есть такие препятствия, да? Их не будет у нефтяников, их не будет у бюджета. Вот же в чем проблема. Вот. И, кстати говоря, еще одна очень интересная вещь. Ну, уже их тоже и там нет, на самом деле. Вот. Плюс интересная еще такая история, мелкая, на тему того, как, казалось бы, вот эти санкции не сильно сложные, да, и не сильно опасные. То есть, ну, ограничение на доступ к кредитам длиннее 90 дней. Там сейчас, в частности, очень интересная сейчас происходит история. Росснет свои контракты, переигрывает таким образом, чтобы все вот эти вот, значит, кредитные вещи, они там были 89 дней. Значит, не длиннее. Вот. А интересно то, что из-за вот такого рода, значит, санкций, вводимых Западом, японские потребители, которые были, в общем, практически единственными покупателями нефти, так называемого ВСТО, восточно-сибирской нефти. Это сейчас отдельный сорт, да, у него, как бы, свой бенчмарк, скажем так, да. Если раньше, допустим, там, Юрлс был, вычислялся на основании, там, насчет котировок Брент, то это вот отдельно котируемый на Запад, виноват на азиатских площадках сорт нефти. Так вот, очень интересно, что цена, то есть разница, спред между ценой вот на этот самый сорт ВСТО и сорт Брент, она сейчас достигла рекордных за все время котировок, значит, этой, котировок этой смеси разницы. Естественно, не в пользу России. И напрямую это связывает дешевле нефть Брента, и это напрямую связывает именно с падением интереса японских потребителей в связи вот с теми санкциями, которые уже есть. То есть даже там они начинают понемногу работать. Пытаться диверсифицировать рынки, наверное, начали японцы, и пытаться меньше зависеть от той нефти, которая может, в принципе, скоро прекратить течь. Я так понимаю ситуацию. Ну, там на самом деле рынок... То есть какая мотивация для того, чтобы отказываться от вот близкой российской нефти, пусть она даже там, наверное, дороже, но именно на логистике можно сэкономить, если она добывается в том регионе. Ну, во-первых, там транспортировка не так дорого стоит. Сейчас этот фракт, он исторически с 2009 года очень дешев. Но дело в том, что я говорил как раз о рынках не фьючерсных, а о споте. В основном там японцы, значит, для своих нефтеперерабатывающих заводов покупали нефть. И в основном это как раз были спотовые сделки с Роснефтью. Вот. И они как раз практически целиком перестали такого рода сделки заключать. Вот. А почему они перестали заключать? Мы не знаем этого. Потому что, нет, потому что банки перестали выпускать, ну, перестали кредитовать такого рода закупки. Угу. Западные банки, вот и все. Спотовая сделка, это сделка в кредит? Ну, нет, в данном случае она имеется в виду, что эта сделка не фьючерсная, это не поставки будущей. Это ты вот прямо на рынке пришел и... А, взял и расплатился сразу же, да? Да, да, да. Вот. То есть это не финансовый инструмент, это не долгосрочный какой-то контракт. Это в данном случае даже там не месячный, это фактически вот то, что прямо в трубе ты можешь там... А то, что западные банки перестали кредитовать, это тоже часть санкций? Да, да, да. Ну, ладно. Вот. Так что такая ситуация достаточно интересная с российским бюджетом. И, ну, просто проблема в том, что, ну, я не знаю, тема настолько неподъемная. И мне даже, когда начинаешь туда влезать, насколько действительно, как сказать, тяжелы там, в общем, дела в том смысле, что если перечислять даже только, какие были идеи, как ситуацию с бюджетом поправить, вот, там было и повышение доходов, значит, налогов на доходы физических лиц. Там шла речь о повышении НДС, например. Ну, сейчас от этой идеи отказались. Вместо этого, значит, вспомнили и, по всей видимости, будут вводить, поскольку идея уже поддержана и Медведеву, и Путину, налог с продаж. Это местный налог, значит, который будет идти именно в местные бюджеты, потому что, а тут же, опять же, какая ситуация, потому что именно они больше всего страдают от налогового маневра. Угу. Вот, потому что ситуация-то ведь какая? Что такое налоговый маневр? Например, это повышение налоговой нагрузки в виде увеличения отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых, это федеральный налог. Автоматически результатом такого рода повышения и уменьшения экспортных пошлин становится то, что внутренние цены, ну, как мы однажды уже механику это объясняли, внутренние цены на бензин должны были бы вырасти. Вот, причем официальные оценки, значит, роста примерно полтора рубля там российских, значит, на текущий, да, бензин, но я думаю, что и многие так считают, что это примерно раза в два заниженная оценка, то есть более чем в три. Так вот, как раз для того, чтобы, ну, рост внутренних цен был не столь велик, то есть смотри цепочку, да, значит, увеличиваем НДПИ для того, чтобы не так сильно росли цены на бензин на внутреннем рынке, уменьшаем акцизы внутри, значит, ну, то бишь, тоже, считай, оборотные налоги. Вот, а акцизы как раз шли на пополнение местных бюджетов, в то время как налог на добычу полезных ископаемых, федеральный налог, совершенно верно. В то же самое время социалка практически вся целиком висит на местных, да, бюджетах, соответственно, надо что-то, какую-то кость бросить местным бюджетам. Значит, в итоге предложили, вот, спор был, что делать, либо двухпроцентное, на два процентных пункта повышение НДС, либо трехпроцентный налог с продаж. В итоге остановились на налоге с продаж, и там был на самом деле очень серьезный спор, то есть все экономическое, вся экономическая часть, там, Минфин, Минэк, да, 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 они все были против, вот, но логика, значит, в итоге восторжествовала советника, фактически, Медведева, вот, Медведев сам поддержал эту идею, ну, они посчитали, что увеличение НДС ударит по производителям чего-то с высокой добавленной стоимостью, вот, Ну, а налог с продаж, он, как бы, распространяется, налог фактически, как им казалось, на население, да, плательщикам оказывается, но здесь проблема заключается вот в чем, что я думаю, что, во-первых, это ошибка введения такого налога, то есть все-таки, во-первых, результат будет хуже, чем ожидается, Собираемость этого налога очень слабая, по опыту он дважды вводился, он вводился в тяжелые времена, ну, последний раз в 98-м году, в 2002-м был отменен, и вот собираемость его была вблизи 30-40 процентов, Причем, ну, где его можно собирать, то есть лучше всего он, естественно, собирается там, где работает организованная торговля, понятно, что за время, там, 2002-2003 года доля, допустим, крупных торговых сетей увеличилась, То бишь, ну, окей, пускай даже собираемость его будет 50 процентов, но это все равно не НДС, который собирается, в общем, лучше всего, это самый, ну, традиционно легко администрируемый налог И больше того, ведь получается интересная ситуация, насколько неравномерным этот налог окажется, ведь по факту, да, то есть неорганизованная торговля его избегает, вот, а кто его избежать не может, это как Это, как правило, крупные торговые, значит, предприятия, вот, в основном это сетевики, да, розница, вот, и она-то как раз развита очень неравномерно, то есть чем богаче регион, тем, соответственно, большее проникновение этих самых сетевых компаний Соответственно, получается, да, совершенно верно, соответственно, получается довольно веселая история, связанная с тем, что, то есть по логике выходит, что этот налог будет фактически Ну, увеличивать доходы и так только наиболее богатых регионов, то есть это фактически будет налог, ну, относительно Ну, а он должен пойти в местный бюджет, да, да, то есть получается, что пропорционально большую долю его из в целом по стране получат и так уже наиболее богатые, значит, регионы Вот, так что, ну, сама по себе идея, в общем, странная, тем более, что мне не очень понятна логика, что из производств высокой добавленной стоимости в России пытаются защищать Мне, в общем, не так легко представить себе, ну, какого рода эти производства есть Так, возможно, поэтому и не ввели, в общем-то, говорят, повышение НДС, потому что особой высокой добавленной стоимости нету Ну, понимаешь, в чем дело, он же... Собрать, может быть, было бы нечего, то есть рост был бы меньше Вопрос не в том, что он собирается с предприятий с более высокой добавленной стоимостью и нет, вопрос в том, что он собирается по всей цепочке, где она бы не возникала, именно поэтому он собирается очень легко Вот, и в конечном-то счете это налог на конечное потребление, то есть конечным его плательщиком оказывается тот, кто вот его платит Ну, просто... Тот, кто покупает вещь, стоимость, которая добавлялась Да, 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 весь его физический смысл — это налог на конечное потребление Вообще сама ситуация существования одновременно и налога на добавленную стоимость, и налога с продаж в мире практически не бывает Это, как правило, ну, либо так, либо так Вот одна, по-моему, страна только из крупных, ну, на памяти мне приходит, это Канада, где есть одновременно эти два налога Но больше, как бы, сложно себе представить Европейская традиция — это все-таки больше НДС В США НДС они имеют, у них налог на доходы корпораций, налог на доходы физических лиц И в отдельных штатах налог с продаж, и то, не во всех И почему они... тоже, естественно, налог местный Вот, ну, и плюс еще проблема в чем, что, в отличие от НДС, введение налога с продаж приводит к тому, что, ну, по смыслу своему, это налог проинфляционный То есть, непосредственно его увеличение в большей степени скажется на пропорционально, абсолютно точно Вот, так что, ну, ситуация такая, прямо скажем, получилась... Ну, мне кажется, что так или иначе, но российские власти доберут бюджетные средства за счет увеличения этого налога Посмотрим Я просто к тому, что задачу поставленную он точно не решает Он, несомненно, увеличит, как сказать, поступление налогов в сконсолидированный бюджет Но не решит вопросов с финанси, ведь основное это что, как сказать, лежит... Ну, хорошо, ладно, давай не будем сильно углубляться, да, что проблемы для российского бюджета... Ну, больше того, нет, тут, конечно, еще интересен даже размер вот этого самого налога с продаж Ну, сам пойми, да, что если он вводился в 91-м, в 98-м, то автоматически, да, нельзя удержаться от мысли, что, ну, ситуация аналогичная вот тем кризисам, да Так вот, величина его 3%, ну, понятно, что это, в общем, экстренное финансирование в ситуации, когда нужно где-то вот дыры латать Вот, я для примера могу сказать, что Украина ввела аналогичный так называемый военный сбор вот на финансирование ведущейся антитеррористической операции То есть Украина, казалось бы, находящаяся в существенно более тяжелой ситуации, ведущая военные действия на своей территории, да, и, то есть, и по этому вопросу хуже, и по, значит, экономически, и политически Вот, у них этот экстренный налог полтора процентных пунктов То есть он в два раза меньше, чем экстренный налог для латания бюджетных дыр в Россию, у которой, вроде бы, как якобы все, все хорошо По новостям Да Вот Повторюсь со своим вопросом, значит, что вот эти проблемы у российского бюджета означают для нас? Они означают... Денег для нас становится меньше Абсолютно Ну, хорошо, но мы же видим, что Россия не перестает все-таки, во всяком случае, в ближайшем прошлом все-таки... Ну, в ближайшем прошлом у них не было, у них был брошен, да, кредит... Не было таких серьезных проблем, во-первых, все-таки... Хотя кредит не бюджетный, да? Ну, бюджетная... Да, в том-то и дело, что бюджетной части-то, в общем, до сих пор нет Вот, и плюс к тому есть же некие обещанные вещи на следующий год И плюс к тому есть же надежды, значит, нашей стороны на то, что условия, которые мы выторговали по вступлению, подписанию, точнее, в этого самого договора о создании Евразийского союза Вот, которая, как многократно говорилось, не до конца нас удовлетворяют, то есть мы хотим большую долю от пирога Вот, с своих этих самых отчислений от экспортных пошлин Не факт, что на такое удастся пойти Если в этом году еще, когда, ну, в начале года еще относительно только-только казалось, что, значит, стагнация краткосрочная И ни о каких санкциях еще речь не шла, да, речь шла о том, что Россия готова пойти только наполовину Снятия этих самых экспортных пошлин, ну, или точнее, чуть меньшей части, чем половину Примерно 60% будет оставаться в российском бюджете, 40% в нашем бюджете То есть тут, как минимум, тоже ничего лучшего может не оказаться Плюс желание поддерживать нас за счет, ну, своих каких-то межгосударственных кредитов Может просто очень быстро испариться Больше того, ведь вопрос же даже не сколько в бюджете, понимаешь Ладно бы, если бы проблема была, то есть, как сказать, вопрос запасов и потоков Бюджет — это поток, да Это, грубо говоря, вот регулярно собираемые деньги в виде налогов, регулярно тратящие Ну, Россия, мы же традиционно знаем, у нее большая кубышка была там, значит, в виде золотовалютных резервов В виде, значит, стабилизационного фонда, фонда национального достояния, да Который как раз вот в тучные годы, значит, происходило наполнение средств вот от, как раз, сверхдоходов, значит, от Ну, да, энергетических товаров и так далее Так ведь оказывается, что и эти вещи уже, то есть, не потоки даже, а запасом уже начинает возникать угроза Ну, прежде чем перейти к фонду национального достояния, там отдельная история, связанная с компанией Роснефть Там неслыханная наглость Да, недавно Слушай, давай прежде чем перейти, вот у меня такой созрел вопрос Все-таки пока что Россия не отказывается от поддержки Беларуси То есть это видится Путиным, вероятно, как некий приоритет А вот, ну, от чего Путину должно быть, вот, оторвать кусок от чего-то российского, да, и дать его Беларуси? Вот где та граница, да, где та сфера, из которой он уже не сможет, из которой ему не захочется забрать для того, чтобы дать Беларуси? Ну, как сказать, я немножко не согласен с самой постановкой вопроса Мне кажется, что, как сказать, ну, мы свою плату за вот подписание этого договора уже, в общем, как бы получили Ну, так, в представлении российской стороны Вот, брать на постоянное какое-то, значит, содержание, да, в виде вот постоянного экстренного финансирования Когда у нас, значит, заканчиваются эти беды Да, да, пришлите новых и вкусных галош Слушай, больше того, ведь ты же вспомни обстоятельства появления обещания вот этого самого, значит, кредита в 2 миллиарда долларов российского Ведь это же было в момент, когда Россия говорила о 15-ти миллиардной поддержке Украины Да, да, на фактически, вот, ну, прямо скажем, лояльность себе То бишь на неподписание соглашений о зоне свободной торговли всеобъемлющем, значит, и глубоком соглашении о свободной торговле со странами Европейского Союза И, напротив, каким-то образом, там, подумать о движении в сторону Таможенного Союза Понятно, что, значит, не сработал этот, как сказать, этот кредит, там, по крайней мере, первый его транш Который в этом году фактически его уже выплачивать надо Вот, и нам, в общем, эти деньги достались просто потому, что, ну, как, вот вы Украине даете, а почему, значит, нам ничего не перепадает? Теперь выясняется, что понятно, что Украина потеряна, да, то есть Крым достался, как, в общем, ну, хоть что-то, да Хоть что-то, чтобы вот с этой вот всей авантюрой попытки приобретения Украины себе оставить А, ну, зачем в этом случае дальше финансировать Беларусь? А, ну, с другой стороны, вроде как освободились деньги, не выданные Украине Ой, ты знаешь, обещания такие, что... Ты же сам понимаешь, что, опять же, это же была ситуация еще до военных столкновений Это была ситуация до санкций Это была ситуация еще фактически, когда, ну, совсем, ну, совсем по-другому воспринимали Россию, понимаешь Не было еще обложек в мировых журналах с там, с портретами Путина, с подписью Пария, да То есть не было такой изоляции страны И больше того, ты же видишь, что дальнейшая логика приводит к тому, что и Россия готова включаться в эту игру И демонстрировать свою, там, свирепость остальному миру А мы давайте, значит, будем меньше есть тоже, ну, и покажем вам, как, что вы с нами ничего не сделаете Как в анекдоте, когда мы победим в этой войне, никто не будет есть лосося, да? Ну, вот типа того, да, понимаешь? То есть тут ситуация такая, что... Что нам еще продать России можно? То есть больше, кроме вот этого Евразийского союза, наверх никакого нового союза не будет То есть какой-то разовый вот такой, там, демонстрации, значит, какой-то там лояльности или участия в каких-то проектах Все, больше уже ничего нет Напротив, мы считаем, что нам еще должны в будущих периодах за то, что мы уже совершили Не факт, что мы это, значит, в будущем можем получить Ну, Россия может арендовать в Беларуси землю под военную базу Ой, ну это уже такие разговоры Эхо Севастополя Не знаю, смысл ей там уметь, на самом деле Знаю, это как раз таки неплохо вложиться в парадигму демонстрации своей военной мощи и геополитического влияния в этом регионе С учетом трат на Крым, там, уже на долгие годы и так далее Одни пенсии, там, крымские, там, чего стоят и так далее Вот, я просто к тому, что нам мало что можно предложить, понимаешь? То есть, как бы демонстрация геополитической лояльности, но она тоже имеет определенные пределы Это мы сейчас уже видим Да, даже на примере того, что там Беларусь вместе с Казахстаном не захотела присоединиться к ограничительным мерам против Украины Которые владела Россия Вот, то есть, ну, нет каких-то разовых вещей Плюс с точки зрения потоков, да, то есть постоянного необходимости демонстрации, значит, как хорошо ситуация складывается в Беларуси Тоже ее нет, я уже многократно эту логику объяснял Мы были витриной того, как хорошо быть в таможенном союзе Кого еще можно в таможенный союз после того, что случилось привлечь, да? Когда автоматически становится ясно уже точно, что проект Евразийского союза, он противопоставлен Европейскому союзу Да, если раньше были еще разговоры, вспомни, об интеграции, интеграции, что, мол, там Беларусь через Москву, там Европу будет двигаться, да, помнишь? В ВТО будем вступать все вместе Россия таки вступила в ВТО и тут же, тут же пошла заниматься ограничительными мерами буквально Особенно по свинину это очень хорошо было видно, потому что как раз там наиболее оказался незащищенный рынок И она благодаря вот как раз своему там Россельхознадзору начала там то одну, то вторую, то третью, то четвертую страну Поставки из нее ограничивались по, ну, в общем, по понятным причинам, да? Что-то вот обязательно находилось Мы знаем, как это работает Это белорусский МИД или не помню кто Это наведение порядка на собственном рынке, да? Можно и так сказать Вот, я просто к тому, что и необходимость в таком долгосрочном нашем содержании пропадает Да и источников, как я уже сказал, для этого не так много Ведь тот же самый обещанный 15-миллиардный, ну, не реализовавшийся, да? То есть один там транш только получился кредит Он ведь тоже о нем говорилось, что это, в общем, из тумбочки, да? То есть это как раз вот из средств фонда национального достояния Теперь-то вот как раз-таки с этим фондом национального достояния ситуация такая, что там Нашлось, куда его потратить Там не просто нашлось, куда его потратить Там такое ощущение, что, ну, понимая, как сказать, понимая Видимо, что настают последние дни, да? Значит, желающих хоть что-то от него урвать, вот накопленного на черный день Значит, появилось столько То есть, ну, я начну давай вот с Роснефти Это вообще совершенно потрясающая история Когда, значит, вот Игорь Сечин, глава Роснефти Поплосило государство полтора триллиона российских рублей Вот, речь шла о том, что, ну, вот, мол, она сильно пострадала от санкций Хотя, как мы знаем, по факту не очень, на самом деле, сильно Вот, и там было предложено несколько вариантов Каким образом можно ей, значит, помочь Но какой вот наиболее обсуждаемый вариант Что такое полтора триллиона этих российских рублей Это выпуск Подразумевается, что будет выкуп за счет средств фонда национального достояния Выпущенных вновь Роснефтью облигаций в российских рублях Ну, поскольку другие источники, значит, финансирования для нее сейчас не очень доступны Вот То есть фонду предлагают Роснефть вложить в себя полтора триллиона российских рублей Да, ну, фактически купить в новых долговых обязательств Роснефть Понимаешь, сумма столь огромна 31 миллиард долларов, да Вот Сумма столь огромна, что Ну, это практически весь ее чистый долг, который сейчас есть При этом это одна из самых закредитованных компаний Больше того Значит, этот долг главным образом образовался Значит, в прошлом году от покупки ТНК-БП, ну, оставшейся вот этой части Значит, причем которая финансировалась главным образом как раз почти целиком То есть куплена она была не путем обмена акций, а фактически все живыми деньгами Живыми деньгами взятыми где? Взятыми, значит, синдицированными кредитами у зарубежных банков Вот этот долг образовался То есть на 31 миллиард, вот, значит, профинансирована это была сделка По покупке, значит, ТНК-БП западными банками Вот Так вот, чтобы понятно было, что до недавнего времени фонд национального достояния представлял собой порядка трех триллионов российских рублей Значит, при этом Роснефть даже уже не успела Из этих трех, один целых семь десятых, фактически уже там зарезервированы То есть вложены куда-то уже Не то, чтобы вложены, они обещаны уже Вот, там уже инфраструктурные проекты Там Росатом на это дело, значит, претендует Российский фонд прямых инвестиций на это дело претендует Иными словами, остается не полтора, там где-то один и три всего Вот Но вообще, чтобы, ну, как бы было понятно, что, что такое это полтора триллиона Потому что сумма малопредставимая, да Это больше Не 31, как я сказал, да, а в районе 45 миллиардов Ну, примерно Сколько я понимаю, миллиардов Это, короче, это суммарно затраты бюджета в этом году на здравоохранение, образование и ЖКХ Вот Значит, программа финансирования сельского хозяйства Это ровно те же полтора триллиона Но это не годовая программа Это программа, растянутая, там, до, по-моему, 2020 года Вот, то бишь, ну, это совершенно гигантская величина И, как бы Так зачем Роснефти столько вдруг? Так вот, в том-то и дело, что, ну, как бы Мы, как теперь мы понимаем, значит, Игорю Ивановичу Настоящему Игорю Ивановичу Не тот, который, значит, Стрелков, да Ему не очень-то удалось объяснить зачем Потому что буквально через несколько дней после появления такой идеи Значит... Кто-то попробовал попросить его объяснить все-таки Именно Значит, в ходе совещания заинтересованным ведомством было поручено доработать представленные компании предложения А самой Роснефти, это буквально вчера произошло, в среду совещания Предоставить дополнительные расчеты по ее предложениям Самому же Сечину, не компании, было предложено дополнительно обосновать идею поддержать компанию ликвидностью Но вообще Роснефть компания очень интересная То есть, как я уже сказал, во-первых, никто не... Мало кто понимал, зачем нужно было вот такое механическое поглощение ТНК Ради только просто того, чтобы стать очень большой компанией Да и плюсы финансировать ее таким образом целиком из заемных денег Вот, плюс это ведь компания не просто закредитованная А эта компания закредитована еще со времен, как мы знаем, покупки Ну, через прокладку, через Байкал Финанс Групп Но покупку главного добывающего актива ЮКОСа, Юганскнефтегаза Вот, который финансировался путем китайского кредита под будущее поставки нефти Причем по неназываемой цене Очевидно, что они и тогда уже были ниже цен рыночных Но и за это время цена на нефть выросла еще раз Плюс еще несколько раз прибегал к такого рода заимствованиям Роснефть И в итоге, как утверждается, что у нее там заложено под вот эти кредиты Поставки не только уже там существующих месторождений Но и даже тех, которые еще не освоены в этой самой вот Сибири Ей принадлежащие То есть вот такая ситуация То есть Роснефть – это компания, которая существует в кредит Ну, мало того, что она существует в кредит Это ведь еще и целиком государственная компания То есть что такое Но в отличие от нашего государства, которое, например, финансирует масс Да? Их государство, Роснефть, так вот не финансирует И говорит ей еще и заимствование на стране Понимаешь, что дело? Вообще сама идея вложения государственных денег В государственную же компанию Она вот, ну, несколько странно все-таки Потому что если бы эта компания была, например, частная То хотя бы, скажем, ну, случай, например Если что-то пойдет не так И эти деньги, ну, не удастся вернуть Ну, хотя бы залог может перейти Там, собственность кредитора Ну, а тут что? То есть ты ничего получить, по сути, не можешь В случае, если эти деньги оказались потрачены Вот И плюс у Роснефти в этом году как раз-таки Основной пик погашения Вот уже существующая задолженность То есть, иными словами, проблема вовсе не в санкциях А проблема в том, что Вот ради гигантомании Значит, компания залезла в свои собственные долги То есть это не конъюнктурная проблема А это проблема структурная Это проблема, в общем, неадекватного роста Неадекватной стратегии развития Ну вот Ну и, как мы знаем, особенность российского капитализма Заключается в том, что вот такого рода ошибки менеджмента Они национализируются В итоге за них платят Бюджетов Да, и кто угодно Ну пока мы не знаем этого, но тем не менее Вот Так что Это я к вопросу о том, что Можно уже считать Что фонд национального достояния Практически расписан То есть речь идет Идет уже нисколько даже о Источниках текущих То есть потоки Бюджетных средств Которые находятся под угрозой Из-за чего приходится вводить такие экстренные меры Но и Как сказать С запасом С тумбочкой уже Начинают происходить Проблемы Больше того Ведь Еще одно решение Которое Очевидное Решение по латанию дыр Происходит Латанию дыр бюджетных И которое на самом деле Так же, как и введение налога с продаж С экономической точки зрения Неверно Это Продление Моратория На перечисление Пенсионных накоплений россиян Вот В ту самую так называемую Накопительную часть пенсии Ну а фактически Перечисление Негосударственным Пенсионным фондом Вот То есть Он и так уже существовал С Там На этот год Да, да, да В тринадцатом году Но тогда Тогда тоже Там ведь как Решался вопрос То есть А давайте мы Эти деньги Ну попросту Значит Используем На финансирование Своих там Текущих трат Но Тогда в тринадцатом году Эту ситуацию Объяснили То есть Мораториям Перечисления Почему этого не происходит Вот А там же ситуация Какая Что Ну дефицит Пенсионного фонда По текущим Значит Пенсионным Обязательствам Там регулярно Существует И это Довольно большая Трата Бюджета Так вот Тогда Это было Объяснено Значит Некой Там Перерегистрацией Типа Этих самых Пенсионных фондов Мол Пока они там Не перегистрируются То есть Еще можно было Скушать Это Как сказать Что это Мера временная Да Вот Вот Но когда Речь идет Уже О втором Годе То Это Ну Фактически Это По большому Счету То есть Я такие Даже Встречал Комментарии Из Пожелавших Остаться Анонимными Федеральными Чиновниками Россий Что это Фактически Убийство Всей Накопительной Системы Ну По той Простой Причине Что Ну Грубо говоря Доверие Теряется Уже Практически Полностью Больше Того Ведь На самом Деле Что такое Средства Значит Негосударственных Пенсионных Фондов Это По сути Дело Инвестиционные Ресурсы Длинные Инвестиционные Ресурсы Те Самые Которые В общем Про Которых Много Говорило Что Как важно Для экономики Иметь Такого рода Длинные Деньги Которые Могут Вкладываться Там Куда Угодно В сущности Эти Пенсионные Фонды Они Были Коллективными Инвесторами На Российском Рынке Каком Угодно Там Финансовом И так Далее То есть Вы Фактически Уничтожаете Источник Длинных Инвестиций Ради Текущих Трат То есть Пенсионные Фонды Второй Год Подряд Не Получают Средств Которые Россияне Отчисляют Для того Чтобы Вкладывать Их Куда-то В рост Эти Средства Уходят Куда-то На Финансирование Бюджета Или Как Практически Так Там Речь Идет О чем А что Смотри Там Идея Вообще Какая Была То есть Пока Это Решение Моратории Но Если Смотреть О том Какие Были Позиции Социального Блока Который За Это Дело Ратовал Опять же Экономический Блок Был Резко Против Но Как Видим Ничего Ему Сделать Не Удалось Так Вот Позиции Социального Блока Были Еще Хуже То есть Они Предлагали Вообще Вернуться К Распределительной Системе То есть Советской Системы По сути Дело Работающей С колес То есть Грубо говоря Вот Собрали Пенсии Это 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 Только Собрали Пенсионные Накопления Это У нас Человек Работает Значит Он Что-то Перечисляет И В итоге Его Накопленные Деньги Куда-то Идут На самом Деле Это Солидарная Система Где Все Работающие Сейчас Оплачивают В текущий Момент Да Да И Поскольку Демография Ухудшается Значит То Оказывается Да Да Тут Традиционно Пенсионный Фонд Уже Говорилось О том Что И средств Просто На возврат Тех средств Которые Были Использованы По мораторию В эти Самые Пенсионные Фонды Их просто Нет Силуанов Об этом Говорил Министр Финансов Что Они Уже На Крым Израсходованы Вы Типа Как бы Не сильно На них Рассчитываете Вот Так что Ну Грубо говоря Эти Деньги Идут Не Фонды Долгосрочно Они Идут Вот На выплату Пенсии С колес И Также На Какие-то Текущие Главным Образом Текущие Выплаты Пенсионерам Потому что Там Это Основная Величина То есть Это Получается Что Они Идут В бюджет На Трансперты Из бюджета В пенсионный Фонд Ну Фактически На выплату Пенсии Вот Так что Тут Ну Ситуация Такая Что Даже Будущие Пенсионные Средства Даже на них Уже Начинает Как бы Покушаться Ради Ради Кстати Чего Ведь Финансирование Это Ну Казалось бы Можно Расходы Было Резать Но Видишь Этого Не Происходит Получается Что Гораздо Проще Находить Какие-то Новые Источники Где Деньги Взять Чем Аппетиты Значит Умерять Это Как раз Тоже Вот Опасность Сложившихся Таких Экономических Полит Экономических Режимов Которые Привыкли К Перераспределению А не Производству Умерять Аппетиты Очень сложно И речь Как раз Идет о том Что Именно Те указы Еще Президентские По социалке По армии По всему Чему угодно Они Уже Сейчас Полтриллиона Российских Рублей Для них Сейчас Уже Нет Источников Их Финансирования Это Не говоря Уже О Проблемах Которые Будут Позже А реакция Это Население На самом деле Она Очень Очевидна Там Ведь Понимаешь В чем Дело Что Не так Уже Много Что Можно С Людей И Взять Потому Что Как Показывает Даже Статистика Центробанка Российского Что На самом Деле Причем Эта Тенденция Идет Где-то Еще Примерно С Девятого Десятого Года Когда Произошла Вот Эта Фаза Мирового Кризиса Достигшая Россия Когда Доходы Россиян Упали Люди Не готовы Были Сокращать Свой Ужиматься Как у нас Принято Говорить Да Менять Свой Традиционный Образ Жизни И Вот Этот Разрыв Между Доходами И потреблением Начал Финансироваться За счет Бурного Роста Потребительского Кредитования Причем Поначалу Это потребительское Кредитование Было В общем Воспринималось И казалось Как положительный Такой механизм Ну как То есть Он способствовал Росту розничных Продаж Увеличению Конечного Потребительского Спроса Вот И буквально Недавно Я смотрел Передачу ПРБК Поосвященную Как раз Потребительским Кредитам Пять лет назад Сказал Там Человек Который Приглашенным Был Экспертом Было сложно Найти человека У которого Было Два Кредита То есть Это было Очень много Это было Много Сейчас Тоже Сложно Найти Заемщика У которого Было Два Кредита Теперь Чаще Всего Их Больше Вот И ситуация Такая Что Если Значит Смотри Главная Картинка Не здесь Она Речь Даже Не о величине Этой Закредитованности А в том Сколько Как сказать Сколько Тратится Из текущих Располагаемых Доходов Сколько Тратится На Кошение Кредит Да Совершенно Верно Так вот Сейчас По оценке Как раз Центробанка В среднем Значит Российское Домохозяйство 21% Своих Доходов Пятую Часть Это В среднем С учетом Того Что Ну Скать Есть же Наверняка И гораздо Более Там Серьезные Заемщики По отдельным Позициям Дело Доходит До 40-50% По отдельным Категориям Заемщиков Больше Того Растет Доля Невозвратов Значит И просроченных Кредитов Причем В этом Году Очень Такой Там Ощутимый Распошел Вот И Как раз таки Вот О чем идет речь Да Почему Двух Уже Не найти Потому что Новые кредиты Часто берутся Не на Финансирование Конечного Потребления Они начинают Совершенно верно На финансирование Текущих Долгов Вот То бишь Там Ситуация Как бы Прямо Скажем И так Уже Финансы Значит Населения Довольно Сильно Находятся Ну так сказать В стесненном Состоянии Вот И как раз таки Ну Кстати Говоря Не только Потребительское Поведение Вот Такого рода Значит Ну не самых Богатых Людей Сказывается То есть Вот Первое же Какой реальный Сектор Начинает Страдать Вот Скажем Вот Недостатка Конечного Спроса Или Скажем С проблемами В финансовом Секторе Это как правило Дорогие покупки Совершаемые в кредит Что это такое Это как правило Авторынок Вот Так вот В России Там и так Он уже в общем Не очень хорошо Выглядел Последние месяцы Этого года Июль Оказался Вообще Там Значит Обвальным Минус 22,5% Продажи Причем Что Необычным Было То есть Бывали месяцы Что Провал Был Значит Даже По Лакшери Карс То есть По Престижным Иномаркам Вот То бишь Уже Неопределенность Будущего Заставляет Откладывать Текущие Траты Даже Самую Богатую Часть Населения Вот Опять же Эти 22% Это в среднем По бюджетным Там 30 40 50 В отдельных Случа Бюджетным Моделям Автомобиль Да Совершенно верно Да Ну и плюс Естественно Автоматически Появляются Остановки Автопроизводств Которые в России Существуют Кстати Вполне возможно Что вот эти вот Заявления Медведева О том Что мы может быть Подумаем О расширении Санкций На промышленную Продукцию И тогда же Шла речь Об Автомобиль Как раз Западных Да Это Вполне возможно Вполне возможно Спасения Хоть какого-то Отечественного рынка Да Ну вот смотри Например у Форда На 52% Сократились продажи Митсуписи 42 То есть Ну вот Так что Может это Патриотический Жест Не будем покупать Американскую машину Форд Причем Очень интересная Тенденция Начинает в России Происходить на рынке Депозитов Начинает сокращаться Доля крупных Депозитов Ну то есть Опять же Это поведение Богатых людей Депозитов Которые У них крупными Считаются Выше 1 миллиона Российских рублей Вот И вообще В целом Величина Депозитов Уменьшается То есть Фактически Отток Капитала Продолжается То есть Люди Вывозят Деньги Из России Вывозят В другие Понимаешь Ведь Это не обязательно Может быть Вывод Денег Из России Потому что Строго говоря Покупка Наличной Валюты Ведь В общем Тоже Бегство Капитала Если Эти Деньги Лежат Где-нибудь На матрасе Да Трехлитровые Банки Они в банке Сберегательном Или каком-то Еще Вот Так что Это Ну то есть Что понятно Было Что Год назад Еще Депозиты Росли Там Темпами Почти Десяти Процентным Сейчас Это сокращение Полпроцента Но это сокращение То есть Это Совершенно Такая Ситуация Удивительная Так вот К вопросу О том Что Налоги Повышаются Инфляция Будет расти Больше того Она очевидно Будет расти В результате Этих мер Которые В России В России Сейчас Запрета На Импорт Продовольствия Из отдельных Стран Которые Инфляция Батра стильности С ценами Совершенно Ну конечно Так вот Оказывается Что Ведь Понимаешь С этим Самым Запретом Очень много Интересного Он ведь Подается Как Как некий Такой Патриотический Запрет На тему Того Что Кто Должны Пострадать Очевидным Образом Это Креативный Класс Которые Они потеряют Продукты Престижного Потребления Пармезан Почему-то Стал Таким Метафорой Что-ли Этого Престижного Потребления Да Может быть Слово Понравилось Людям Хотя Ничего Тут Такого Ну Небзоров Напишал Недавно Пармезан С ним Да А дело На самом Деле В том Что Результатом На самом Деле Пострадают Наименее Высокооплачиваемые Категории По очень Простой Причине Потому что Рынок Как устроен Что Сокращение Предложения И выпадение Каких-то Категорий Товаров Приводит К тому Что товары Субститюты Заместители Начинают Дорожать Это неизбежно Происходит То есть Просто они Все начинают Подниматься В ценовой Категории Подорожать Сэр Российский Молодой Смотри Достаточно В качестве Такого Примера Привести Ну вспомни У нас ведь История была С резким Подорожанием В первом Полугодии Свинина Сразу же подорожала Курятина Ну не то чтобы Сразу Но в общем Довольно ощутимо Почему При том Что кстати говоря Структура Это потребление В Беларуси Она же у нас Последние годы Меняется В том смысле Что доля Там говядины Свинины Сокращается А курятин Увеличивается Ну просто В силу того Что это более Дешевое Самое доступное Было мясо И вот оно Как раз Начинает дорожать Да То же самое И будет В общем-то В России Больше того Ведь если Смотреть по ценам Того что На что пошли Запреты Да Те же самые Сры из Украины Они были Дешевле Российских Молоко Там Которое Значит Не поставляется Там То же самое Финское Например Тоже зачастую Было Дешевле Российских И так далее То есть По многим позициям Это были Не самые дорогие Вещи Понимаешь Вот И разговоры О том Что Вот мол Теперь-то мы будем Значит Что-то Химию Там Никакую Будем Все там Натуральное Брать На самом деле Это В общем Скорее Разговоры В пользу Бедных Потому что Вы будете Получать Хуже Товары И дороже Дороже Да Вот И Собственно Говоря Что происходит С ценами Уже В отдельных Регионах Но я понимаю Там совсем С логистикой Плохо Там типа Сахалина Отмечают По отдельным Позициям Там Шестидесятипроцентный Рост На некоторые Продукты питания Но уже сейчас Например По Москве Называют Около Шести процентов Питер Оказывается Больше Там порядка Десяти процентов Рост Это только Ну самое Начало Еще Вот Там по отдельным Позициям Ну так Когда мы Еще Не вышли На На простор На российский Это же Надо Время Некоторое Чтобы среагировать И распределить И довести Разве Ну не так Вот кстати Для примера Картинка Которая Показывает Рост доли Платежей По кредитам К располагаемым Доходам Все же Привыкли считать Что это Вот США Там люди Закредитованы Очень сильно Так вот Просто рабы Ипотеки Да Так вот Оказывается Что на самом деле Американцы платят И вообще Все зарубежные Граждане Да Буквально За последние Пару Да Буквально Буквально Это вот Одиннадцатый Двенадцатый Тринадцатый Годы Вот Плюс Ситуация Такова Что Специалисты По В общем Сказать По Продовольственной Безопасности В России Они сейчас Уже В общем Начинают Бить тревогу Именно потому Что Как я уже Сказал Главными Кто пострадает От этих санкций На самом деле Будет наиболее Бедные слои Хотя бы Еще по той Простой Причине Что Именно В их структуре Расходов Доля на продукты Питания Она наибольшая По понятным Причинам Вот Так вот В России Ситуация такова Что Уже Значит Сейчас Вот Оценка Была Свежего Это В феврале 2014 года Была оценка Продовольственной Безопасности России Вот О том Что Порядка 30% Беднейших Семей Съедают Меньше То есть Не доедают И 10% Самых Бедных Это Уже Практически На грани Выживания То есть Это Элементарно Белка Не хватает Для Поддержания Текущей Жизнедеятельности Но Зато Крым Наш Ну Вот Да О чем О чем Речь идет Так Вот По поводу Что Что Происходит С этим Запретом Да И Какова Будет На самом деле Реакция И Внутри России И У нас Понимаешь Тут Очень Интересная Вещь Как сказать Хочется Выйти на Какие-то Более Такие Базовые Принципы Вот Мы говорили Например О рынке Нефти Да Значит Сейчас Говорим О продовольстве У них Есть Одна Такая Общая Особенность В Кристочной Перспективе Эти рынки Очень Неэластичны То есть Это Означает Что При Ну Скажем Так При Изменении Ситуации На рынке То есть Каком-то Дисбалансе Спроса И предложения Вот Как правило Главным образом Реагирует цена А не изменение А не количество Да Совершенно верно Да Изменение Приложения Да То бишь Иными словами Быстро За достаточно Короткий срок Ну Невозможно Закрыть Те дыры Которые Образовались То есть Условно Говорят Ты не нарисуешь Из воздуха Танкер В своем порту И ты не нарисуешь Фуру Нет нет Тут как раз таки Перенаправить Значит Логистические потоки Можно Но речь Это о другом О том что Производство За это время Нарастить Чрезвычайно сложно Вот В частности Да Причем кстати говоря Я еще одну Такую очень интересную Вещь заметил Все оперируют Цифры Примерно 9 миллиардов долларов Которые оценивают Внутри России Величиной Поставок Продуктов питания Которые вот Подпали под санкции И вот Ей дальше Значит Пытаются Как бы Разбираться От этой цифры Пасать Но дело в том Что Как всегда Всегда же есть Проверочный Способ Да Можно же Если Россия Что-то считает Своим импортом То для тех стран Которые Являются Экспортерами Да Это должен быть экспортом И по идее Это должна быть Ну такая же величина Если посчитать По тем странам Те же самые Продукты питания Так вот Оказывается Что оценки ЕС Это 12 Миллиардов долларов То есть вот Как может быть Что ЕС экспортирует По своей отчетности 12 миллиардов А Россия Импортирует 9 миллиардов Ну не сложно догадаться Что это Скажем Хотя бы По порядку Величины Ну вот эти 3 миллиарда долларов Это ну Серый Контрабандный импорт Который не учитывается Официальным образом То есть продано в магазинах В ЕС И как бы Не пришло в магазины Ну Не учтено На таможне При пересечении Границы Да По тем или иным Там причинам И каким-то каналам То есть Как минимум Уже по этой цифре Можно составить себе Величину Канала серых поставок Это я собственно К чему? К тому что А этот канал Эластичный Скажем так Ну он как минимум Очень Немаленький Понимаешь То есть Как минимум Когда Значит Делают строгое лицо Сейчас власти России Говорят о том Что они Там Закроют Все каналы поставок Ну это выглядит В общем Несколько Ну потому что Четверть От всех Поставок И так Скрыто От властей Да В том то и дело Вот Так вот Дальше происходит Интересная ситуация Смотри То есть По логике Казалось бы Действительно Вот Чем интересен Значит Чем интересен Вот этот Как сказать Модельный пример Который на наших глазах Происходит Вообще В последнее время Происходит то Что вот Можно назвать Прямо Ну таким Знаешь Экспериментальной Экономикой Вот Экономика Она В отличие от Естественных наук Страдает Ну как любые Социальные науки Страдает от того Что нет возможности Провести Проверочный эксперимент И вообще практически Невозможно провести Эксперимент Да Любое объяснение Лабораторный эксперимент Это почти Это почти всегда Практика Объяснение Прошлого Вот А тут На протяжении Короткого периода Времени Наблюдаем Несколько Таких Событий Которые Фактически Могут Подтвердить Или опровергнуть Гипотезы Которые Вот Раньше Было бы Сложно Проверить Вот Например То что Происходит С Украиной Об этом Я уже Много Говорил Движение В сторону Таможенного Союза Или Движение В сторону Зоны Свободной Торговли С Европейским Союзом Какова Будет Реакция Экономики Российские Оценки Таковы Что Украина Теряет Много Денег То же Самое Время Я видел Западные Оценки Независимых Институтов О том Что Например Вступление Украины В таможенный Союз Привело Потери ВВП На 3% А Вступление Значит Вот В эту Самую Зону Свободной Торговли Это Фактор Роста На 11% Пунктов ВВП То есть Вот У нас Есть Возможность Буквально Проверить Это На глазах Плюс Ситуация С Той же Самым Ведущимся Газовым Спором Все Долгое Время Были Уверены Что В общем Без Российского Газа Не прожить И так Далее Вот Сейчас Украина Уже Длительное Время Существует Фактически За счет Своих Там Небольшого Реверса И за счет Накопленных В газохранилищах Своих собственных Подземных Подземных Зима Близко По всей Видимости Хватит Там И на Зиму А дальше Вопрос Будет Стогоймская Арбитража Каковы будут Условия Там И так далее Там Я думаю Что Про это Надо будет Вообще Отдельно Поговорить Про газовую Сферу Потому что Там Много Интересного Происходит Ну и плюс Вот Еще один Интересный Эксперимент Ведь Многократно Говорилось О том Что Импортозамещение Хорошо Это Или плохо Как понимать Продовольственную Безопасность Надо ли Понимать Ее Таким Образом Что Все Должно Выпускаться Что Нужно Свою Или же Это Все Таки Экономическая Продовольственная Безопасность Когда У населения Просто Есть Возможность Купить На рынке Те Товары Которые Нужны Будь Они Отечественные Будь Они Импортные То Бишь Грубо говоря Вопрос Продовольственной Безопасности Это вопрос Не голодают ли И с импортозамещением Ведь то что происходит Сейчас Это же ведь Казалось бы Мечта Любого Отечественного Производителя По сравнению С тем что Сделала для себя Россия Блекнет Все наши Жалкие попытки Устраивать Мини Институт Испортимпортеров Чудо Лицензирование Какого то Торгового Война С Украины Это все Ну просто Блекнет По сравнению С тем что Происходит в России То есть это Пример Абсолютно Такой вот Шокового Импортозамещения И вот интересно Значит Власти считают Что это Тем самым Они стимулируют Значит Отечественных Производителей Что то Это самое Делать И тут Внезапно Выясняется Уже То есть Мы еще пока Не знаем Что произойдет С ростом Предложений Будет ли оно Как я уже сказал В краткосрочной Перспективе Сделать это Очень сложно И проблема Это как раз Этого запрета Вот такой вот Шокового Импортозамещения Заключается в том Что он то ведь Всего годичный Больше того Ни у кого нет гарантии Что он просуществует Этот год Ну да И развивать В такой вот Ситуации Производства Вкладывать деньги В расширение Производства Не имея гарантии Того Что этот рынок У тебя будет Через год А есть он Только сейчас С большой вероятностью Производить на склад Перспективе И вопрос Слишком мало Слишком мало Времени прошло Все таки И идея этого запрета Это было больше Сделать больнее Поставщикам Чем помочь Это уже как бы Такая побочная Оказалась цель Вот с одной стороны С другой стороны Внезапно выясняется Очень интересная вещь Это то что Мир современный Стал таким Что строго говоря Понятие отечественного товара Уже становится Довольно бессмысленным Внезапно выясняется И это очень четко видно По вчерашнему решению По исправлению списка Тех товаров Которые Мальки Совершенно верно Да Вот Поясняется Что отечественного товара Не такой уж отечественной Во-первых Была очень интересная ситуация Такая что ли модельная Когда вначале показалось Рынку что О наверное Есть способ Скажем так Даже какую-то Найти инвестиционную тему Кто же может выиграть От такого рода запрета Ну в частности Наверное слыхал Компанию Русское море Точнее группа Компании Русское море Не путать С ЗАО Русское море Которая Отприв Сходила Вот в эту самую группу Которая Была переработчиком Под Москвой Рыбной продукции И которую купила Санта Бремор Сейчас она принадлежит Санта Бремор Но это было убыточное Производство От него Избавились Вот В группе компании Русское море Там сейчас Есть Значит Добыча То есть У них там свой флот Значит И есть Русское море Аквакультура Так называемая Компания Которая как раз И занималась Выращиванием Этого самой Этой семги Этого лососевых культур Значит И практически Вот Ну помимо всего прочего Она еще импортер Достаточно крупный Ну и вот Кое-что Она пыталась Производить И вроде как Товарный Значит Лосось уже должен был Быть чуть ли не В следующем году Вот И внезапно Выяснилось Что без Вот этого Самого Мальков Этого Посевочного Материала Не работает Никак Это Русское Да То есть Этот В общем Русское море Оказывается Далеко не таким Русским На самом-то деле Вот Не говоря уже Там По Какие-нибудь Я не знаю Там Молочную Продукцию Которая Так или иначе Не может существовать Без импортных Ингредиентов Ну например Там Сыры Не делаются Без Вытяжки Из Бычьих Желудков То есть Вот этого Сквашивающего Этого вещества Фермента Который Производится Качественно В мире Всего на самом деле Двумя компаниями Одно японское Одно французское И это есть Везде Без него Ты просто Ну то есть Иначе Это будет Ты получишь Не отечественный Продукт Ты получишь Продукт худший Ты точно Так же Даже элементарно С хлебом Когда выясняется Что Это же не просто Мука И вода Это же еще И дрожжи А дрожжи Отечественные Не годятся В лучшем случае На самогон А конечно Можно из них Печь там Каравай Но у тебя Неожиданно Окажется Что этот Каравай Сегодня И завтра Это будут Два разных Каравая И никакой Производитель Этого себе Позволить Не может Можно сколько угодно Долго размышлять Об отечественных Яблоках Которые там И вкуснее И душистее И без химии И прочего Но при этом Забывается Что во первых Оно же не хранится Во вторых У него очень короткий сезон То есть появилась проблема Оно не транспортабельно Вот этих запрещенных Импортных товаров В производственных циклах Товаров отечественных И оказалось Что вот как раз таки Отечественного Это почти ничего и нет Нет Много отечественного Не живет В самых Безимпортных Так вот вы именно Причем это позиции Ключевые То есть я к чему Что Производство мировое Оно настолько Стало глобальным Что говорить о том Что вот Мы можем Существовать В режиме там Чучхе Ну это почти Иллюзия Понимаешь И как раз таки Вот этот список Который очевидно Готовился Как уже стало ясно Он готовился Две недели Фактически Вот с момента Когда стало ясно О новом Витке санкций Со стороны запада И то Видишь как он сделан Очень странно По рыбе Значит импорт рыбы Запрещен А консервов Рыбных нет То есть получается Что даже здесь Переработка То есть Чего Да Остается То есть как бы Не убрали Продукт Один из продуктов Переработки Этой самой рыбы Вот Так вот выясняется Что Значит Мальки Лососи Форели Раз Того что выводят И больше того Ведь все равно Получается Что с этой Самой Норвежской Этой семгой Которая выводится В этих водоемчиках Теплых От гольфстрима Прибрежных С ней все равно По цене Конкурировать Крайне сложно Та же самая Русское море Пыталось Замещать И везти Эту рыбу Из Дальнего востока Но Долго Плюс жарко Большие потери Были на На гниении Да Всего этого дела Семенной картофель Выясняется Что без него Без этого посевочного Материала Тоже отечественного Картофеля Как такового Собственно Практически нет Вот Гибридная кукуруза Не кормовая А вот эта Сахарная кукуруза Тоже должна быть Импортная Вот ее оставили Горох для посева Точно так же Не говоря уже Там о пальмовом масле Это ингредиенты Для кондитерки Которые Заместитель жировых Растительный жир Который Замещает животных Ну и плюс Там еще Некоторые бады Биологически активные Добавки оставили Потому что там И спортивное питание И витамины Оказались Что они тоже Туда же подпадают Поэтому их Разрешили То есть выясняется Что в общем-то Можно Ну Много Что изопределить Много Много Надувать щеки Но выясняется Что ну никакой Настоящей независимости У тебя не будет Достаточно Самим странам Поставляющим Вот эти вещи Перекрыть Поток Мальков Мелких совершенно В общем-то Товарных позиций И тут же Выяснится Что у тебя нет Больше никакого Отечественного Производства Ну Это возможно Будет шоком Я как бы Далек от Стремления Защищать Какие бы то ни было Санкции В том числе Вот эти Экономические Санкции Россия Но с другой Стороны Если будет Такое Шоковое решение Возможно Сейчас Все это Разрешают С условием Через 2-3 месяца Заместить Найти Какие-то Средства Организовать Несомненно И все остальное То есть они будут Пытаться Это сделать Да Да Конечно Рано или поздно Как раз таки Вот эти вот Ситуации Обнажат Структуру Зависимости Ну как раз таки Если ты заметил Что наибольший Рост цен Как раз образовался Именно Ну Не в Москве А в Питере Да Из столицы Почему Потому что Как раз он Ближе всего Завязан Конечно И Финляндии Плюс вот эта Самая рыба Норвежская Финляндия Да То есть именно Для него Увеличение Транспортного Плеча Резко Становится Значит Играющим Роль Так вот Я посмотрел По комментариям Производителей Разной Продукции Которые Говорят о том Что Ну Когда они Могут В какой Срок Значит Увеличить Объемы Производства Вот Получается Что Значит Вот Мнение Производителей Мяса Да Увеличить Производство Свинины Нужно 2-3 года Это Самый Короткий Срок Что Я Нашел Форель Можно Разводить Карельских Озерах Увеличить Производство Едва ли Не Там Вдвое Больше Того Что Поставлялось Из Норвегии 5 лет Требуется Без Санкций Такой Объем Форели Рынку Не Нужен Развитие Молочного Животноводства Садоводства Те же 5-6 Лет При этом Резко Увеличить Надой Молока В России Все равно Не Получается То есть Там Единственный Рост Где Был Это По Значит Они Там На 3% С 13 Года Увеличились И то Только В основном За счет Подсобных Хозяйств А Поголовье Мясное Молочное Сокращается По-прежнему Вот То есть Получается Что Больше Того Все Те Кто Готовы Говорить О том Что Мы Что То Там Может Быть И Готовы Делать Но Они Без Новых Бюджетных Денег То же Самое Величение Программы Развития Сельского Да 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 Так В том То И Дело Получается Что Идея Импортозамещения Которые Часто У нас Подают Как Та Которая Может Позволить Сэкономить Средства В данном Случа Валютные Выясняется Что Она Требует Требует Тоже Наши Тоже Говорят Ну Не то Что Говорят А для Того Чтобы Прокормить Россию Как Мы Сейчас Ставим Себе Амбициозную Цель Нам Тоже Нужно Увеличивать Производство А Если Нам Нужно Увеличивать Производство Значит Нам Нужны И Иностранные Инвестиции Так Вот По Поводу Белорусских Значит Продуктов Которые Могут Заместить Выпадающие Опять же Видишь Я тут Собрал Большое Количество Комментариев Которые Наши Официальные Лица Успели На эту Тему Повысказываться Они Все Три Основных Блока Первое Это то Что Мы Поддерживаем Уважаем Мнение Желания России Не допускать На свой Рынок Те самые Запрещенные Товары Мы Не будем Заниматься Реэкспортом Хотя Строго Говоря Меня Все Удивляет Существование Здесь термин Реэкспорт Потому что Он абсурден Для стран Которые образуют Которые Не имеют Там Границы Которые Образуют Экономический Союз Правильно Было Быть Не допускать Транзита По своей Территории Территорией Этих Товаров Потому что Как я уже Объяснял Нет Никаких В общем Юридических Запретов Нам Возить Ту же Самую Продукцию На свою Территорию И больше Того Нет Никаких Никакой Возможности Остановить На границе Кроме Нашего Нежелания Доброй Воли Туда Поставлять Насколько Я понимаю Что тут Выражение Своя Территория Уже Понимается Немножко По другому У нас есть территория Республики Беларусь Но при этом Нету своей Таможенной территории Правильно Таможенная территория Общая Я бы даже сказал Что скорее С точки зрения России Надо было бы говорить Ее таможенная территория Не совпадает С ее территорией Она больше Да И санкции России Они касаются Попытки Не допустить Товары На свою Географическую Территорию Потому что Возможности Не допустить На таможенную территорию Таможенного союза Нет Но при этом Употребляется Словаре Экспорт Да И вот Все это Подается Все-таки Да Как санкции Которая Ну Чтобы все-таки Таможенную границу России Не пересекать Ну вот как-то Очень Два слоя Да Вот Которая Ну еще раз Максимум Что может Россия Сделать Это попытаться Нас попросить А мы можем Сказать Что так и быть Мы Войдем Ваше положение Так и было В общем Так и происходило Значит Из заявлений Было Да Многократно Мы говорили о том Что мы Значит Этим делом Заниматься Не будем При этом Были заявления о том Что и президента И ГТК Таможенного комитета О том Что никаких ограничений На ввоз Того Что Россия Запретила К нам Нет Этих самых Продуктов И так далее И сырья Значит Для переработки И что вот Мы готовы Там Значит Нарастить Объемы поставок Для того Чтобы каким-то образом Помочь России При этом Естественно Речь идет о том Что Значит Это будет Переработка С тем Чтобы продукт Стал белорусским Да Значит Это будут Какие-то товары Там с высокой Добавлены стоимости Интересно Даже Я думаю Что стоимость И правда Будет добавлена Как бы Довольно Неплохо Смотри Самое интересное Была Хронология Даже таких Высказываний Вот Насчет Седьмого Буквально числа Когда только Стало известно В введении Значит Санкции Да Российская Да Было Опубликовано Мнение Значит Министра Сельского Хозяйства И продовольствия Вот У него была Прямая Линия В газете Сельская Газета Которая Была Русская Нила Вот И там Как раз Этот вопрос О том Что на следующей Неделе Увеличение Поставок Будет Обсуждаться То есть Уже Это Произошло Обсуждение В десятых Числах Вот И он Горел Да У нас Есть Возможность Значительно Увеличить Поставки На российский рынок Чем Вот Сейчас Изучаем Возможности Я цитирую Чем Можем Дополнить Тот Объем Который Был Реализован В прошлом Году И он Называет Ну Разумеется Мясомолочная Продукция Которая Довольно Широко Представлена Думаю Это Макароны Овощная Группа Товаров Бакалеи Кондитерские Изделия Ну То есть Там Где В общем Санкций То нет Ну Тогда Еще Списка Не Было И разумеется Мясомолочная Продукция И вот тут Как раз Интересный Вопрос Значит Цифры Сразу Начинаются Значит На следующий Же день Это уже Михаил Руссы Который Бывший Министр Сельского Хозяйства Теперь Вице Премьер Значит Это Кстати Вторая Вот Я говорил Три темы Которые Было Да Первая Это то Что Мы Готовы Наоборот Что Мы Не будем Ничего Вести Вот Второе Что Мы Готовы Значит Увеличить Поставки Третье Что Это Будет Переработка Так Вот А И что Значит Никак Это Не повредит Нашему Внутреннему Рынку Об этом И Значит Мясникович Михаил Владимирович Высказался И Президент Об этом Высказался Что Это Будет Не В ущерб И Министр Сельского Хозяйства Высказался И вице-премьер Четыре человека Все Значит Ну Просто Как сказать Редко Когда Такое Единодушие Встретишь Но Как-то Вот На самом деле Тот самый Нет Тот самый Случай Когда Хватило бы На самом деле Одного Мнения А то Что Их уже Четыре И об одном И том же У меня Складывается Впечатление Что Нас Просто Очень Хорошо Совершенно Верно В этом Так Вот Дальше Начинается Вопрос Беларусь Устами Значит Своих Официальных Лиц Сразу Начинает Заявлять Цифры Какие Возможно Она Вот Насколько Может Увеличить Поставки Вот Восьмого Числа То есть Уже Когда Появляется Список На следующий День Михаил Руссо Говорит О том Что Точно Так же Отдавая Дань Внутренний Рынок Стабильно Никаких Изменений Не будет Это Святое Ну Как мы Знаем Фраза Это Святое Позаимствованного Президента Вот На складах Достаточно Продукции Еще на 15-20% Можем Увеличить Поставки Мясомолочной Продукции Что касательно Овощей Это 25-30% То есть Сразу Заявляется Величина На которую Можно Поставить При этом Что интересно Хотелки Российской Стороны Вот Например Когда Значит Прошли уже Эти самые Обсуждения Значит С вице-премьером Дворковичем Относительно Того Значит Что Вот мы будем Да Значит Поставлять в Россию Переработанную Сельхозпродукцию И так далее Вот И вот Было По цифрам Например В частности По сырам Там было раньше Про сыры Нет Вот оно Это Как раз таки Россельхознадзор Сергей Данкарт Значит Беларуси Есть исключительный шанс Когда можно С учетом Ваших Сыропровозводящих Заводов Вместо Ста тысяч Поставить Двести То бишь На сто Тысяч Тон Увеличить Вот Буквально Потом Тут же Фактически Значит Идет ответ По Михаила Русова По сырам На сорок тысяч Тон Не сто А сорок И то Значит Как Выясняется Эта цифра С учетом Использования Складских Запасов То есть Настолько Можно Вот сейчас Увеличить Поставки Это не значит Что это Дозагрузка Новых мощностей Или что-то Такое Производство Настолько Не увеличивается Вот При этом Михаил Рус Уже называет Молочной Продукцией На сорок На пятьдесят Процентов При этом На самом деле По отдельным Позициям Возникает Такой вопрос Что Ну Только что Мы разобрали Да Ситуацию Новых Производств Вероятнее Всего Не возникнет Просто С учетом Того Что одного Года Этого Запрета Недостаточно Для того Чтобы В них Можно было Вкладываться Рассчитывать Что у нас Какая-то Такая Серьезная Недозагрузка Мощностей Ну Это На самом деле По пищевой промышленности Да Там Практически Скорилось Да В том-то и дело Больше того У нас Ведь практически Как раз Таки Вот Наша Понятая Значит Продовольственная Безопасность Так и Подразумевалась Вот сколько Нужно Потребить В объеме Как минимум Вот столько Же примерно И произведено Вот по мясу Практически Так и было Сколько мяса Производилось Столько мяса И съедалось Это не значит Что именно На ножи съедалось Но по величине Было то же самое То есть Грубо говоря Если Не учесть Фактор складских запасов Который Быстро Ищерпаем То Сильно Увеличить Производство На самом деле Не так Ну Как бы Легко Но мы Особо и не планируем Насколько Понимаем То есть Не заявляем О том Что мы Прям вот Ну так А за счет Чего же Тогда возьмутся 15 20 40 Процент Ну вот на 15 Увеличиваем А на 40 Я так понимаю С учетом Складских запасов Ну Тем не менее Тем не менее Я еще У меня такое У меня есть такое ощущение Что Значит Ну то есть Где-то что-то не совпадает Цифры Которые мы заявили Это по всей видимости Цифры Насколько мы действительно Готовы Поставить Увеличить поставки В Россию Но значит Но значит Ли это Что это будет Настолько Вот именно Производство Этих продуктов Это уже Другой вопрос И как раз Таки Я уже успел Там массу Интервью дать Относительно Того Как же Этот Значит Вся эта ситуация Повлияет На Белорусскую Экономику Потому что У нас уже Назвали И Мясникович Назвал это Значит Драйвером Экономического Роста В оставшийся Год Что там Успеем заработать Еще полтора Биллиарда До конца года И действительно Там Я конечно Понимаю Почему он сейчас Об этом сказал Там сейчас Вышли данные Я специально Сейчас не буду В этой передаче Касаться Проблематики Белорусской Там По ВВП Там Значит Монетарной сфере И так далее Да Я просто к тому Что там Видно Что очень Серьезный рост Произошел Именно за счет Ну просто Раннего уборки Урожая То есть Месяц К месяцу Июль К июлю Прошлого года Он дает Резкий всплеск Производство Сельхозяйственной продукции Это просто Разовый факт А не связано Это банально С подорожанием Той же Свинины И птицы Там Помесячно Посчитается Нет Там помесячно Даже видно Что В предыдущих месяцах Такого всплеска Не было Ну просто Мне сейчас Не хочется Хотя Может быть И найду Сельского хозяйства Ну вот смотри Июнь 14 К июню 14 280 процентов В три раза Практически Трехкратный рост То есть Вот за счет чего Это получилось Это разовый фактор Потому что Август к августу Естественно Такого уже не будет Скорее всего Даже будет отрицательный Но дело даже не в этом То есть Смотри Мы сейчас Старательно Делаем вид Что у нас Есть возможность Ну Причем Видишь Мы даже так Красиво торгуемся Не на 100 тысяч Не можем А вот на 40 Можем Но сразу Называем цифру Насколько вырастет Рост поставок Иными словами Мы для России Постоянно подчеркиваем Что никакого транзита Через нашу территорию Ничего не будет Все нормально Значит Будьте готовы Что увеличение поставок Будет примерно На эту величину И Значит Тщательно Рассказываем Что у нас Для этого Есть возможности По отдельным позициям Наверное Есть возможности По отдельным Ну Сложно Это себе представить Поэтому Я думаю Что Сколько бы нас Не убеждали В том Что угрозы Для внутреннего рынка Нет Уж больно Велика Как сказать Велик соблазн То что На внутреннем рынке Сейчас продается Дешевле Взять С учетом того Что во первых Цена расти будет И то что сейчас происходит Это 10% рост Это еще только цветочки Я думаю Там и 20 И 50% Это нормальная По отдельным позициям Величина Если брать Опять же Модельный пример Ситуацию Которая у нас Уже была Ситуация Разницы В ценах На сельхозяйственную Продукцию С России Это 11 год Мы помним Что на самом деле Дефицит Ну по крайней мере Мясной Вспомним Он наблюдался Почему наблюдался Конкретно Я не говорю о том Что это будет В тех же масштабах Просто в силу того Что уже нет То есть серьезной Ценовой разницы Но еще раз подчеркиваю Соблазн очень велик Нарастить поставки В том числе За счет И в ущерб Внутреннего рынка По той простой причине Что там-то платят Валютой И дороже А здесь платят Белорусскими рублями И дешевле Разумеется А потом Когда И если Население возмутится Ну как выяснится Что-что Свинины нет Тогда выяснилось Что шею Там помнишь Пенсионеры Не могли найти По высказыванию Президента Такому образному Липкович Со своим Кефиром Да Как обычно Ну это понятно Вот То есть Тогда конечно Пойдут бороться Значит За отечественный рынок Защищать его Каким способом Ну у нас есть Единственный способ Который мы умеем Защищать отечественный рынок Устранением Дифференциала цен Опять же опыт Одиннадцатого года Это хорошо показывает Это означает Что цены И у нас вырастут На те же самые Позиции Которые будут Экспортироваться Когда мы Никак не можем Повлиять На Пересечение Нашими товарами Географической Границы России Мне кажется Что это В принципе Единственный способ Повлиять Это мы как раз Можем В одиннадцатом году Вспомни В одиннадцатом году Мы не пускали Были проверки Уезжающих машин Фур Там Микроавтобусов И так далее Покажите документы Накладные Там подтверждающие Приобретение Того что вы везете Это дело Можно же и по накладным Понятно Разумеется Но я просто к тому Что с нашей стороны Мы можем Это сделать Россия не может Такого Без того Чтобы под угрозу Не стала Собственно Вся идея И дух И буква Этого самого Евразийского союза Вот То есть мы можем Заставить Белорусских Производителей Продавать на внутреннем рынке Дешевле Конечно Точно так же Мы можем Своих собственных Так зачем нам Тогда цены поднимать В выборный год Ну вот Накануне выборов Потому что Вопрос какой Либо у тебя Поднятие цен Либо у тебя Товарный дефицит Ну это же очевидно Если мы будем Разворачивать Все вот эти вот Машины На границе И возвращать В белорусские магазины Как показывает практика Это все равно Не работает От этого отказались Я просто Напоминаю Что поезд Пробовали так делать Вспомни И бензин Не давали Там вывозить Бензин Вывозили через Вполне себе Конкретные границы С Евросоюзом Понимаешь Нет Я просто к тому Что были попытки Останавливать Но в итоге Пришли к выводу Что не работает Это без того Чтобы Значит Единственная Окончательная мера Которая может Установить экономически Значит Создать стимул Для того Чтобы этого выбоза Не было Это поднятие цен Ну хотя бы Для того Чтобы разница На транспортировку Уже не оправдывалась Очень много Мне кажется Способов Обойти эти кордоны На границе Ну я не знаю Условно говоря Магазины Могилевской области Закупают Так и не будет Их никто ставить Еще раз говорю Если возникнет Угроза внутреннего рынка Второй раз Такой ерундой Заниматься не будут Просто будут Повышать цены Вот То есть И я думаю Что это будет Вот С определенным Временным лагом Сначала Скажем так Будем действовать Настолько Насколько можно Чтобы не вызывать Раздражение России И не вызывать Раздражение Собственного населения Когда же И будь Оно там возникнет То тогда будем Значит там Пытаться Что-то делать То есть На заметку Липковичу Когда в следующий раз Он будет говорить Где кефир Он должен говорить Где кефир По там Восемь тысяч Пятьсот Рублей Да Вот И когда кефир Появится Не по восемь тысяч Пятьсот Рублей А по десять тысяч Там восемьсот Вот значит Будет тут Как раз таки Конфликты Политические дивиденды Ну не думаю Не думаю Что тут кто-то Будет думать О политических дивидендах Здесь вопрос Еще раз подчеркиваю Значит смотри Второе По поводу Многократно Нами обещано Того Что мы не будем Допускать Этого самого Транзита Опять же Смотрим Опыт Прошлых лет Например Россия Вводила Запрет На Поставки Боржоми Украинского При этом Боржоми Продавался Да Боржоми Продавался В Москве Почему Потому что У нас Он продавался То бешенными Словами Нам даже То есть Можно придумать Массу Способов Когда Я к чему Что государство Наше Сейчас может Говорить о том Что То за что Он отвечает За своих Поставщиков За своих Перевозчиков И так далее Все будет сделано Все будет нормально Но ничто не мешает Например Скажем В приграничных Со Смоленской Областью Магазинах Продуктовых Резко нарастет Туда поставка Сыров Внезапно выяснится Да Что ассортимент Там поменялся В пользу Сильным образом Вот этих самых Санкционных Товаров И нам Даже ничего делать Не надо Опять же Опыт Одиннадцатого Года Показывает Что микроавтобусами Приезжали Скупали Там чуть ли не Весь магазин И уезжали назад Значит Теперь по поводу Переработки Да Самое интересное Все таки Где же мы будем брать Этот товар Который Так или иначе Значит У меня уже Такой мини Спор вышел Относительно того Что же мы Начнем Экспортировать Значит Из По мясной Группе В России В случае Насколько я понимаю На днях Мы отменили Запрет на импорт Из Польши Животных Из Европы Да 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 Вот там В итоге Совершенно случайно Совпало Совпало По времени Исключительно Да Боялись Боялись Этой инфекции И перестали Бояться Вот То есть Моя Опять же Базовая гипотеза Я думаю Очень легко Ее будет проверить Это то Что мы Увеличим Поставки Я думаю Что все таки Про продукции Главным образом Низкой степени Переработки Опять же Как опыт Одиннадцатого Года Показывает Когда Спрос В связи Значит С этим ценовым Дифференциалом Образовался Не на наши Колбасы А на продукцию Наших Хладокомбинатов Вот Я понимаю Конечно Что логика А зачем нам Продавать Мясо Когда можно Делать продукцию С высокой Добавленной Стоимостью И действительно У нас Там Со времени Одиннадцатого Года Несколько Мощности Перерабатывающие Наросли Но опять же Вопрос какой Что Пример Шокового Импортозамещения Да Он ведь Интересен тем Что Почему С какого Перепугу Вдруг Мы будем Поставлять То Ну делать То Чего Не делали Раньше В структуре Нашего Экспорта Львиную Долю Больше Половины Едва Линии Две Третьи Это Замороженное Охлажденное Мясо Говядина И Свинина Продукты Высокой Переработки Там Составляют Очень Малую Величину Если Мы Раньше Ну Мы Что Раньше Не знали О том Что Они Продукты С Высокой Добавленной Стоимостью Что Мешало Этим Заниматься С какого Вдруг Перепуга Мы Начнем Это Делать Сейчас А С Учетом Того Что Ограничены Поставки Переработчиков Конкретно Именно На Мясо Поэтому Тут Я думаю Что Все Таки Как Сказ Структура Поставок В процентном Соотношении Между сырьем Практически И Сколько Нибудь Конечными Продукциями Серьез Не Увеличится Вот А вот Та Ситуация Когда Которая Сложилась Как раз Таки В 11 Году Когда До наших Переработчиков Отечественное Мясо Не Доезжало Из-за чего Собственно Дефицит И образовался Мы были Вынуждены Переключиться На Импортное Сырье И Фактически Сейчас Об этом Едва ли Не прямым Текстом Говорится Что Запрещенная Продукция По товарным Группам Мы сейчас Будем делать Из своего Россию А то Чего у нас Не хватит На отечественном Рынке Будем Производить Из сырья Импортного Для себя Беларуси То Что попало Под российское Эмбарго Не пойдет Типа того И Россия На это соглашается Потому что Почему бы И нет Вот Больше того Даже я так понимаю Что Ну Скажем так Если смотреть Мнение Я много Посмотрел Кто 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 Высказывается И перевозчики Российские Да И там Рестораторы И владельцы Торговых сетей И так далее Они все В общем Как бы Понимаю Высказываются Таким образом Что Ну Это не шутка Вот эти все Разговоры Про Беларусь Что так Или иначе Тот же Пример Кстати С Боржоми Но все равно Различные Способы Обхода Такого рода Насчет Вещей Вот При том Что да Действительно Будут проблемы У отдельных Там Значит Продавцов У отдельных Переработчиков Вполне возможно Что Отдельное Банкротство Будут Ну просто Многих же Остановили Деньги Перечисленные А товар Получить невозможно Он просто Ехал еще В тот момент Когда Этот запрет Вводился Вот Поэтому Я думаю Что Вот эти Разговоры Об увеличении Переработки Ну это Еще ладно Действительно Может быть По отдельным Позициям Мы можем Производство Нарастить Но когда Речь уже Начинает Ити О создании Новых Производств По Переработке Значит Того Что Ну Сырья Из которого Делались Вот эти Санкционные Товары Странами Значит Которые Эти санкции Против России Поддержали То тут С учетом Вот Рассуждений О Ну Высказываниях Российской Стороны Мне не очень Понятно Почему При их Неготовости Неготовности Увеличивать Производство Должны быть Неготовности Не зная Не зная Даже Что Год Продержится Это Значит Этот запрет Почему Ну Нужно Верить Тому Что Возникает Желание У наших И не только Даже иностранных Как сейчас Выяснится Бизнесменов Значит Вкладываться В Беларуси В создание Новых Производств Как раз Для того Чтобы удовлетворять Спрос На выпадающие На российском рынке Продукты И я думаю Что Вот такие Опять же По чистой Случайности Совпавшие По времени Новости Как например Четырнадцатого Числа Там Беларуси Польша В ближайшее Время Проведут Встречи По вопросам Взаимодействия В области Сельского Хозяйства Значит Это министр Сельского Хозяйства Наш И польский Зайцы И Савицкий Обсудили Внимание Разносторонние Вопросы В области Сельскохозяйственного Производства Самой актуальной Семей встречи Стали перспективы Взаимодействия В связи С введением России Эмбарго Поставки Продовольствия Из ЕС И других Стран Что понимается Под здравоохранением Рассматривались Возможности Привлечения Польских Инвестиций В сельхозяйственную Сферу Буквально Через 5 дней Литовскому Бизнесу Предлагают Инвестировать В белорусские Предприятия Перерабатывающие Промышленность Мы предложили Литовской Стране Это говорит Начальник Главного Управления Экономической Деятельности Минсельхозпрода Инвестировать В белорусскую Перерабатывающую Промышленность Можно создавать Совместные Предприятия По переработке Молока Мяса Фруктов Овощей На территории Нашей страны С возможностью Дальнейшего Экспорта Продукции Страны Таможенного Союза Еще один важный вопрос Еще один Это экспорт Литовской Продукции В Беларуси Возможность Ее дальнейшей Поставки В Россию Никакого Незаконного Реэкспорта Еще раз Заверил Этот человек Не будет И так далее И так далее То есть Ну очень сильно Выглядит Что вот это все Как я уже сказал Когда предприятие Совместно Продукция Считается Белорусской Ну конечно И соответственно Может в Россию Поставляться Беспрепятственно То есть Литовские И польские Инвесторы Условно говоря Могут инвестировать Тушками Свиней В белорусские Предприятия Например Литовским молоком Чтобы сыр делался У нас При этом Все значит Прекрасно Будет дальше Уходить в Россию В обход Всяческих Запретов Еще раз говорю Все это хорошо И все бы это работало Если бы была гарантия Да Что Ну скажем Эти Эти вложения Окупятся Ну на протяжении Как я уже называл Там 2-3 А по некоторым позициям 5-6 лет Этого запрета На год Явно мало Для того Чтобы появился Стимул Создания новых Производств Если не будет Вкладываться Никаких денег В развитие Производственной И перерабатывающей Инфраструктуры А вот по этим Новостям Я не вижу Сообщение О том Что поляки Или литовцы Собираются Вкладывать Эти новости Для этого Предназначены Эти новости Предназначены Для внешнего потребления Если внезапно Скажем Резко увеличится Поток Белорусских Яблок Которые будут Выглядеть Как польские Но Только белорусские Но они будут Белорусскими У нас Вот Мы же СП прорабатываем То есть Берем Ящик Там Несколько Яблок Наши Остальные Польские Внешне Они Практически Ничем Не отличимы Продукция Отечественная Ну то есть Понятно Что эта схема Серая Но я просто Еще раз Говорю Я не верю В создание Новых Производств Я не верю В создание СП В расчете На поставку В Россию Которая Образовалась Эта возможность Благодаря Этим санкциям Слишком Короткий срок То есть Никакой пользы Для инфраструктуры Экономики Особо От этого Запрета Не будет Ну грубо говоря Как растворительная Схема Абсолютно Будучи легальной Да А вот для Тем не менее Никакого Нового производства Не создавало То есть И мы Наверное Увидим В статистике Будет Рост Экспорта За счет России Будет Рост Импорта За счет Евросоюза При этом При этом Кстати говоря Вот Значит Эффективность Этой схемы Наши Значит Органы Официальные Объясняют Тем Что Как бы В чем Вопрос Да То есть Если вы Покупаете По импорту Больше Значит Продаете По экспорту Больше Ну Мол Мы-то будем Перерабатывать Это же будет С высокой Добавленной Стоимостью Производства Ну То есть Как бы Если переработка Конечно Еще раз Говорю Это все хорошо До загрузка Там мощностей Существующих И так далее Опять же Я не думаю Что это 15-20% Или там 40% По отдельным Позициями Я думаю Что все-таки Это меньше По крайней мере По молоку Пятипроцентный Только рост У нас был В этом году Поставок В России Вот И плюс В общем-то Там Как сказать В корма Мы уперлись А не Какие-то там Возможности Его переработки Получится Соревую базу Конечно Переработка В стиле Интеграла Боюсь Что так Боюсь Что так Что если Вот вместе Анализировать Весь комплекс Высказываний В Польше Делаются яблоки У нас ящики Типа того Получается Беларусь Мы будем Это называть Совместными СП Для того Чтобы в случае Чего Сказать Значит Что Вот Но еще раз Подчеркиваю Что выгодны В такой ситуации В условиях Ограниченного По времени И то Неизвестно Может быть он будет снят Там Я не знаю Закончится К осени Там К зиме Этот Украинский конфликт Война И пойдет Совместное Там Отыгрывание Санкций Назад С обоих сторон Даже года Не Может не оказаться То есть Этого явно Недостаточно Но Но это Может оказаться Достаточно Только для Вот Схем Которые Не подразумевают Серьезных Капиталовложений А будет ли Россия Мириться С такими схемами Ведь все шито белыми нитками Несмотря на то Что выглядит Ну не так уж Не так уж и белыми Все таки серыми Шито серыми нитками Хорошо Вводим Новое устойчивое выражение Я думаю Что Скажем так До определенного момента Да То есть Если не сильно наглить Мы ведь немного же Там 15-20% Как бы По отдельным позициям Там Это только По фруктам Там По овощам Там До 40% Кроме того Это все идет В их магазины А в случае Если так не делать То Магазины Это останутся пустые Ну и плюс Как я уже сказал Тут ведь момент Какой Что Побочный эффект Да Как сказать Издержки От попытки Так Ну Бороться С такого рода Вещами Это все-таки Ну скажем так Ставить под угрозу Интеграционный проект От таможенного союза До Евразийского союза И кстати говоря Первые там Признаки То в общем Уже были Да В довольно странных Формулировок Когда Россельхознадзор Как Цитирую Интерфакс Присек Попытки ввоза Запрещенной продукции Через Беларусь Вот Правда Там они придрались К фитосанитарным Сертификатам При этом Мы же знаем Что это запрет Который Россия ввела Вообще никакого отношения Не имеет к фитосанитарным Нормам Если бы они Использовали их То тогда Это был бы запрет общий Для Евразийского союза Потому что Эти нормы Общие Для Евразийского союза В данном случае Это исключительно Только политический Российский запрет Вот Но фраза Очень интересная Россельхознадзор Подослово Обращение Министерства Севсхозяйства Продовольствия Беларуси Значит Просит принять Ищерпывающие меры С тем Чтобы исключить Подобные нарушения Ну то есть Формулировка Подобные нарушения Чего? А было ли нарушение? То есть Еще раз подчеркиваю Никаким нарушением Ничего Не будет Такого рода Транзит Это не Ну Нас этот запрет Не касается никак Максимум Это жест Действительно Доброй воли Пойти Навстречу России Понимая Что да Действительно Вот Скажем Она не хочет У себя Видеть эти продукты На географической территории Видеть эти товары Ну а дальше Дальше Формулировка Вообще прекрасная Предполагается Рассмотреть вопрос Об организации Фотосанитарных Контрольных постов На территории На территории Белорусско-российского направления Для организации Дустороннего контроля Продукции Ну то есть Давайте Введем снова посты Ну Это уже Не Не свобода Перемещения Товара Внутри Таможенного Союза Даже Понимаешь Вот в чем дело Да То есть Если у вас есть Претензии К структуре Выдающие Это самое Фотосанитарные сертификации Не разбирайтесь Ну как бы Правильно ли он был выдан Но ни при чем Здесь посты На дорогах То есть Я к тому Что вот До такого Вряд ли они дойдут Потому что Еще раз говорю Что все-таки Вот этот Интеграционный Геополитический проект Он важен Вот Поэтому тут у нас Сейчас у Беларуси Задача Как сказать Постараться пройти Вот по тонкому льду Вот с теми же Растворителями Не очень получилось То есть В одиннадцатом году Уже там Во второй половине Одиннадцатого года Мы их Ими уже пользовались Но в двенадцатом Схема приобрела Настолько промышленные масштабы Что в общем Как-то Иначе Как странно На это посмотреть Не было возможности В России Вот То же самое и здесь То есть Задача сейчас Как сказать Оказаться Ну чуть ниже Уровня радаров Но при этом Очевидно Совершенно Что задача Стоит максимально Нарастить экспорт Потому что Это экспорт валютный В Россию Есть Высвобождается Действительно Места на полках Об этом говорят Прямо Вплоть до того Что даже на Белте Написали Что если раньше Скажем Для того Чтобы нужно было Оказаться Значит Ну Крупные торговые сети Они же там Едва ли не взятки Брали Для того Совершенно верно Твои товары Оказались Там На прилавках И там На хороших местах Сейчас они готовы Прощать Даже Отсутствие штрих-кодов Там Не все у нас Еще умеют Упаковку с ними Производить Там Всего такого Только Вот Визите То есть Еще раз говорю Соблазн С точки зрения Нашего государства Очень велик Валюту заработать И в ущерб Вот этим вот Серым Все-таки Схемам И в ущерб Внутреннему рынку Вот И конечно Можно говорить О глубокой Продукции Глубокой переработки Но думаю Что Значит С учетом Как бы Экономических стимулов Не способствующих Увеличению Этой самой Глубокой переработки Существующей структуры Да Совершенно верно Будет использоваться Такие вот Ну Притворная Серая переработка Вот И в данном случае В принципе Это нормальное Я бы даже сказал Рациональное поведение То есть Как сказать Ну как в спорте Да То есть Никто же не говорит Что не надо нарушать правила Просто надо делать это так Чтобы Пенальти не заработать Судья не увидел Да Для этого же судья Есть на поле Понимаешь То есть вот Поэтому еще раз говорю Базовая все-таки Моя гипотеза Это то что Отечественный рынок Внутренний пострадает Вот Пострадает В ближайшие Буквально Месяц Полтора Два Вот И затем Как сказать Ну Те кто должны Отвечать за его наполняемость Сделают Удивленное лицо Скажут Что ж такое Как же так Нарушение Поднятие цен Понятно Что не до таких Величий Но просто Равнение Это будет На что Равнение Будет Не на Соседние регионы Равнение Будет Туда Куда везти Будут Везти Будут В основном В столице Потому что Там Наибольшая доля Была Импортного Продовольствия Которое Как раз Выпадает Поэтому То есть Рост цен Будет у нас Тоже Считай Уже За десяток Процентов Тоже Соответственно Монсляция Конечно Тоже Скажется Непосредственно Вот Но В общем и целом Я просто К чему Что В общем и целом Как всегда На чужой войне Выигрывают Те Кто Стоит рядом В любой войне Выигрывает тот Кто в ней Не участвует Понимаешь Это вот давно Уже Надо понять И Вот Слава богу Что мы наконец При том Что вроде Как и Союзник Ближайший Одной Из воюющих Сторон Из каждой Из них Торгуем Очень неплохо На самом деле Портим Понемножку Отношения И там И там Но Пока Есть возможность Хорошо На этом Заработать Второй Швейцарии И Объявлять Зону Нейтралитета Ну Мы когда-то И пытались В общем-то Так делать Я думаю Что В эту сторону Ветер будет дуть С неизбежностью Вот Я Завершая Просто Как бы Тему Да Есть Действительно То что мы Сейчас наблюдаем Это очень Такой Интересный Экономический Эксперимент Успешности Неуспешности Этого самого Импортозамещения Да Работает ли Протекционизм Работает ли он Да Потому что Тут Просто Лошадин Это даже Не гомеопатия Уже Понимаешь Тут уже Нельзя будет Сказать Что в малых Масштабах Применили Протекционистские Меры Не просто Действительно Как бы Доза такая Что Подействовать Должно Несомненно Вопрос Как И Если Как я уже Сказал Не получится Увеличение Предложения Продовольствия Со стороны Отечественной Российской В данном случае А может быть В том числе И нашей Создание Новых Производств То выяснится Что на самом деле Не такие Стимулы Должны быть Они должны быть Гораздо Длиннее И гораздо Умнее Что сильное Лекарство В больших Дозах Но коротко Оно В общем Работает Не очень Хорошо Но в любом случае Ясно Что Можем это Видеть Прямо На глазах Вот И слава богу Что этот Эксперимент Происходит Не с нами В интересное Время Да А мы можем Выступить Бенефицарами Этой Самой Ситуации Значит Что еще Нужно сказать В конце Это то Что мы Решили Следить За твиттером В течении Программы Ты решил Да Я решил Потому что Я наконец-то Соединил Свой Мобильный Девайс С вайфаем И соответственно Он начал работать Во время трансляции Есть ли Можно сделать Как В этих самых Делают сейчас В трансляциях Разных событий Вывести Вывести Твиттер Твиттер Ленту Когда начнут Много писать Если не будут Сильно материться Да Мы обязательно Это сделаем В общем Есть почти Не занятый Хэштег Решетка Что значит почти Ну это там Есть один Одна запись С хэштегом ЭНП Экономика на пальцах Аббревиатура Да Пожалуйста Как канал Обратной связи Мы вполне Можем рассмотреть Это Вот И не знаю Может Ирана анонсировать Идею с домашним заданием Да Чтобы Мы тут придумали Давай посмотрим Давай посмотрим Как это будет работать И тогда уже Расскажем об этом Ну ладно Хорошо Это будет без нас Осталась Большущая Большущая Тема Очень интересная Сейчас происходит Подвижки Как мне кажется Как сказать В головах И умах Советников Наших экономических То есть людей Которые ответственны Ну как сказать За экспертизу И выработку Предложений Не всегда Это лица Принимающие решения Но как минимум Вот Это Лица Подносящие Ящики с патронами Да Вот Я с большим интересом Прочел Последний номер Банковского вестника Там Несколько Таких Интересных Программных Статей И вообще Даже Последние Скажем Аналитические Издания Того же Национального Банка Они очень Интересны То есть Если Знать Куда там Смотреть И Где читать Да Не Победные Наши Реляции О стабилизации О том Что значит У нас там Едва ли не созданы Основания Для устойчивого развития И так далее О том Где же действительно И куда Этот самый наш Перманентная Неравновесная Ситуация Да Стационарный кризис Перетекает В каких сферах Начинает вылазить То это Надо лезть туда Но это уже На следующую Передачу Ну да Давай уже Сейчас Я просто Анонсирую И на самом деле Действительно Очень интересная Потому что Я Удивлен В общем Тем подвижкам Которые происходят От нас Все время Позитива ждут Сегодня В общем Его тоже Было Немножко Но На Беларуси Вполне Позитивно И на следующую Передачу Я думаю Что еще Останется Спасибо за внимание 153-я Передача Экономика На пальцах Павел Сырдлов Экономический Журналист И независимый Аналитик Сергей Чалый До следующего Четверга 15.00 До свидания Всего доброго